Продолжение следует... ...выставки по России «Знай наше». Онлайн-выставка «Знай наше» в преддверии летнего сезона – это окна по самым популярным и интересным направлениям России. Подробный учебник по возможностям от около 3000 слушателей. Среди участников выставки «Знай наше» лета 2017 – рекордное количество регионов. Калининградская область, Свердловская область, Краснодарский край, Ярославская область, Челябинская область, Пермский край, Республикский край и столица Урала – Екатеринбург. Кроме того, о своем турпродукте расскажут 15 туроператоров и 10 отелей и отельных сетей. В «Знай наше» пройдут такие знаковые события, как «День «Знай наше» на выставке «Интурмаркет», «День Татарстана», «День Свердловской области», «День открытий Profit Travel», редакционный эфиры открытий Profit Travel, редакционные эфиры по самым топовым направлениям лета – Сочи и Крыму, «Интурмаркет» совместно с премией Russian Event Awards и Геннадием Шаталовым, обучающие материалы на протяжении всего сезона. Оставайся с нами! «Знай наше»! «Знай наше»! И в течение двух недель она будет проходить на портале Profit Travel. Ну а прямо сейчас перед вами выступят сильнейшие туроператоры, санаторий и другие объекты туристической индустрии самого западного региона России. Наши уважаемые спикеры расскажут о разнообразии туристических возможностей в Калининградской области и познакомят с самыми интересными вариантами отдыха. Также мы напомним, что сегодня наша аудитория не ограничивается этим залом. Онлайн-трансляция позволяет коллегам из других регионов России, а также стран СНГ наблюдать за всем происходящим в прямом эфире. И также я добавлю, что в конце всех презентаций мы разыграем сразу четыре тура в Калининградскую область среди слушателей в зале, а также приятные сувениры и призы. Среди онлайн-аудиторий также будет проведен розыгрыш туров. Итак, коллеги, мы начинаем. Я передаю слово Евгению Гришковцу, который у нас сегодня здесь. Евгений является почетным гражданином Калининграда. Пожалуйста. Сразу, да, я хочу сказать, что я сижу рядом, не рядом со мной сидит, но я сижу рядом с губернатором Калининградской области, Антоном Алихановым. Аплодируйте, пожалуйста. Вот. Но слово предоставили мне. В общем, наверное, да, я... Дольше. Я дольше живу, да. И как-то вот все время говорю. Вот моя профессия. Да, 18 лет назад я переехал в Калининград из города Кемерово и никогда не пытался уехать из Калининграда. И считаю большой удачей и, в общем, таким, не иронией судьбы, а наоборот счастливым случаем, что я переехал как раз сразу жить в Калининград. И очень люблю это место. В городе Калининграде родились мои дети. В Калининграде живут мои родители, все семейства, родственники, многие перебрались из Сибири в Калининград. И это такое... Это общее место для Калининграда. Очень много людей туда приехали и счастливы. Там живут из Казахстана, из России, из самых дальних регионов. И мне очень нравится говорить о том, что я живу в Калининграде. Но чаще всего люди полагают, что если я писатель, актер, режиссер, то я должен жить в Москве. И да, говорят чаще всего, да, мы слышали, что вы живете в Калининграде, но скорее всего это уже какой-то такой пиар-ход. И видите, что забавно. Люди рассматривают то, что я говорю, что я живу в Калининграде, как пиар-ход. То есть если бы я сказал, что я живу в Магадане, вряд ли бы они рассматривали это как пиар-ход. Хотя тоже очень особенная территория. Колыма. Калининградская область – место удивительное. Когда я говорю, что я живу в Калининграде, даже люди не знают, ну не читали моих книг, ни разу не видели меня на экране или в театре, не знают, кто я такой. Уже тем самым я могу привлечь к себе серьезное внимание, потому что люди сразу же начинают меня расспрашивать. Расспрашивать о Калининграде. Или говорить, а мы там были, и это так прекрасно. Я не знаю людей, пусть не встречался с людьми, которые бы бывали в Калининграде. Нет, парочку знаю, но у них как-то там с бизнесом не сложилось, и что-то у них были там какие-то неприятности. Или сами люди не очень приятные. Но в основном, нет, 100% за исключение нескольких каких-то неприятных людей, люди в восторге от Калининграда влюбляются и хотят туда приезжать. А кто-то вынашивает мысли, мечты там жить, когда будет такая возможность. На пенсии или отправить жить сюда, то есть сюда, как я сказал, сюда. К нам, в Калининградскую область, своих родителей. У нас огромная страна, огромнейшая страна, которую я благодаря своей профессии, работе, гастролям объездил вдоль и поперек. И когда ты едешь по Транссибирской магистрали, ты проезжаешь в общем похожие пейзажи. И все время ты едешь по территории, где более-менее одинаковые ландшафты, главное, одинаковый климат. У нас вроде бы огромное побережье, но в основном Ледовитого океана. И у нас очень мало таких мест, где можно гулять вдоль моря и наслаждаться морем. В Сочи можно гулять вдоль моря, но наслаждаться практически невозможно. Слишком много людей. И для наслаждения там, ну, так сказать, много препятствий для наслаждения. Там можно веселиться, там можно радоваться, можно заниматься спортом. А наслаждаться лучше в Калининградской области. Да, у нас есть маленький кусочек Балтики. Никакого-то Рижского залива, не Финского залива, а открытого моря Балтик у нас есть только в Калининградской области. И большая, удивительная часть Курской косы. Это фантастическое место. Балтийское море не самое теплое в мире, а может быть даже одно из самых холодных морей, рядом с которым живут люди. Но это точно самое элегантное море. Это море невероятного состояния, к которому приезжать за какими-то, не знаю, созерцаниями, мыслями. В конце концов, вдоль этого моря можно ходить в самой элегантной одежде. То есть в демисезонном пальто и смотреть, как в море плавают лебеди. Они уже прилетели, кстати. У нас огромная страна. И когда я приехал в Калининград, я впервые в жизни, например, увидел аистов. Потому что до этого я никогда их в жизни не видел. А в Калининграде их очень много. Они практически сидят на каждом столбе и выводят там детенышей своих, птенцов аистят. А как известно, аисты не селятся там, где плохая колодия и вообще что-то неприятное. А мы к ним привыкли, к аистам. Мы, калининградцы, уже привыкли. Мы ко многому привыкли. Мы привыкли к тому, что у нас наши соседи поляки и литовцы. И, вы знаете, при всей ужасной политике, которая проводит по отношению к России поляки и литовцы, соседи, литовцы и поляки, приятные соседи, к сожалению, пока они к нам ездят реже, чем мы к ним. У них меньше причин к нам заезжать. А у них там много всего, чего происходит. Хочется, чтобы у нас происходило больше. Потому что Калининградская область буквально создана для того, чтобы там беспрерывно что-то происходило. И были какие-то причины туда всё время лететь. Прилетать туда. Поскольку... Вот я родился в городе Кемерово. Я очень люблю Кузбасс. Там прошло детство. Там много чего было прекрасного. Но уж точно, в Кемерово нет ни одной руины какого-нибудь рыцарского замка. И нет ни одного форта. Нет ни одной старой немецкой кирхи. В конце концов, нет моря. Нет мифов и легенд, связанных с Восточной Пруссией, с рыцарями. А в Калининграде этого очень много. С этими мифами. Это уже мои мифы. И вот с этими мифами туда тоже можно приезжать. Калининград – это особенное место, такое островное, куда люди приехали все в 1945 году. И у меня есть маленькая история, я вам сейчас ее расскажу. Вы понимаете, Калининград – это ведь не Курильские острова, на которые претендует Япония. Напрасно претендует, потому что им их все равно не видать. Но на Калининградскую область никто не претендует. Потому что, ну ясно же, понимаете, Калининградская область – это единственный по-настоящему оставшийся у России военный трофей в результате той самой ужасной войны. И поэтому калининградцы, которые там живут, и те, которые туда приехали, благоприобретенные калининградцы, как я, как наш губернатор, мы там живем по праву. Потому что наши деды это отвоевали. И это единственное, что у нас осталось. У нас не осталось Варшавского договора, у нас не осталось того-сего, а Калининградская область есть. И я живу в доме, который построили немцы когда-то в 1934 году, и мне нравится в нем жить. И не так давно, три года назад, по улицах ходили пожилые люди из Германии. Они подошли к нашему дому, потому что я его восстановил так, как он выглядел. Подошла пожилая дама, попросила войти во двор. Мы его пустили, там играли мои дети. Она увидела, в каком состоянии наш сад. Она все сфотографировала, на следующий год она приехала и привезла нам. Приехала специально. Пришла к нам домой, привезла черенок розы. Вот такую палочку в мокрой терпочке принесла. Она сказала, что это роза сорта Шопен. Вот такая польская, восточно-прусская роза. Большая, знаете, 15 сантиметров в диаметре, такие огромные бутоны. Я говорю, да, интересно. И вы знаете, вы посадите это у себя. Когда мы уезжали, мне было 8 лет, нас вывозили из Кёнигсберга. Моя мама срезала где-то здесь, где-то в этом районе, черенок розы. И потом мы ее вырастили сначала в Гамбурге, потом в Киле. И вот я хотел бы, чтобы она снова росла здесь. Она растет. Вот такие большие бутоны. Вот такая вот история. По-моему, прекрасная. По-моему, чудесная история. И она иллюстрирует то, каким образом немцы, те самые, которые были вынуждены выехать, у которых остались какие-то детские воспоминания. Или они знают, что их корни. Как они относятся к тому месту, где сейчас живу я. Если это место процветает, если там дети, если там цветут розы, они этому радуются. И они не чувствуют и не жаждут возвращения истории. История такова. Там сейчас живут русские люди. Когда меня спрашивают, ну, наверное, это полуевропейский город какой-то. Я говорю, знаете, это русский город. Потому что где живут русские люди, там Россия. Там хорошо, там очень хорошо. Там, знаете, там, может, не очень аккуратно и как-то, может быть, безалаберно. И где-то не самые лучшие дороги на свете. Но там живем мы. И калининградцы, в общем, хорошие люди. Калининградцы очень любят свой город. Они гордятся своей особенностью, своим таким особым островным положением. Они любят показать свой город. Вот когда человек приезжает в Калининград, удивляется тому, что стоит попросить человека там как-то показать. Могут довезти на машине, доведут, проводят, покажут, расскажут, где поесть. Сами могут накормить. Напоить-то это обязательно. И калининградцы, конечно, хотят, чтобы туда больше приезжало людей. Потому что они, почему? Они очень любят показывать свой город. Когда ты показываешь свой город кому-то, приезжему, и ты видишь восторг и удивление людей, ты сам понимаешь, что ты живешь в очень классном месте. И ты в этот момент острее чувствуешь, в каком прекрасном месте ты живешь. Многие спрашивают, у вас же там, наверное, климат такой, как в Ленинграде. Нет ни черта. В Ленинграде, в питерский климат, пусть они там дышат своими болотами и туманами. У нас Восточная Пруссия, у нас намного южнее. Посмотрите. Собственно, в Калининградской области, в Восточной Пруссии были самые лучшие в Германии курорты. Там отдыхали, собственно, там бароны всякие. Там у них были прекрасные дома, виллы. Они многие сохранились. Город Светлогорск, город Зеленоградск. Это города, где чувствуется вот эта роскошь не прошлая, а вот теперешняя роскошь, вот той самой Прибалтики. То есть самой Прибалтики, куда ездили в Таллин, в Ригу, целые поезда из Москвы, из Питера. А сейчас можно летать, но ехать далековато. И потом через Литву дважды надо проходить паспортный контроль. Литовцы будут, как-то так не очень доброжелательно. Но тем не менее, проехать можно, но лучше прилететь. И когда прилетаешь из Москвы зимой, я это очень люблю, Ты улетаешь из Москвы, такой, да, такой снег, такой серый, потом белый возле Шереметьево или Внуково. Влетаешь, летишь, летишь над облаками, потом пробиваешься сквозь облака возле Калининградского аэропорта. Храбро, бах, и ты видишь сразу вокруг тебя только зеленый пейзаж, зеленые, зеленые поля. В Калининграде климат такой. Лета и зимы нету, весна-весна, потом бах, осень. Очень длинная весна, прекрасная. Все цветет, больше 30 видов сирени. Я никогда в Сибири не знал, что может быть так много сирени и так много лиственных деревьев. Тем более, что столько птиц. И потом осень, затяжная, затяжная, когда уже везде все облетело. В Калининград приезжаешь, там золотая осень, и птицы улетают, и лебеди улетают, и журавли, и аисты. И в Калининграде, даже если в каком-то районе не видно моря, то на помойке все равно вместо голубей сидят чайки. Это прекрасный город. И к нему, конечно, необходимо определить. Калининградцы жаждут к себе особого отношения. Они чувствуют себя особенными, а особенные люди обязательно рассчитывают и ждут к себе особого отношения. Калининград, конечно, место особых возможностей, особых шансов. В течение 18 лет, которые там живу, я все время видел, что шанс нарождается, и он упущен. Шанс нарождается, и он снова упущен. В области территория крайне чувствительная. И настолько чувствительная, как будто вот в этом месте нет кожи. Действительно. Мы находимся среди европейских стран, в окружении стран НАТО. Есть такое окружение. Мы не чувствуем того, что мы находимся в опасности. Нет, нет. У нас хорошие и добрые соседи. Литовцы, поляки. Приятные люди. Президенты у них не очень приятные, а люди очень приятные. И когда у меня была пресс-конференция в Литве, я сказал, вы знаете, литовцы ведь не обиделись. Не обиделись. Я сказал, знаете, я не очень хорошо отношусь к вашему президенту, потому что она все время ругает страну, в которой живу, мою любимую родину. Она ругает, причем как-то так оголтела. И в этой связи я не очень уважаю вас, потому что у вас такой президент. Они говорят, а почему? А потому что, я сказал, что если вы всерьез, ну всерьез, ну прям по-настоящему всерьез можете полагать и верить в то, что со стороны Калининградской области на вас могут напасть, вот мы. Если вы всерьез верите, то вы дураки. А если вы изображаете то, что, ну так сказать, подыгрываете более большим и взрослым странам Евросоюза, в том, что, ну так, изображаете страх, что на вас могут напасть, то вы подонки. А дураков и подонков не очень уважают. Они говорят, ну зачем же так? Ну, ну не возражали ведь. Не возражали. А соседи, они приятные. Мы находимся с ними. У нас особенная территория. И, конечно, вот эта маленькая Калининградская область чудесная может принять огромное количество туристов. И это будут люди счастливы. Они смогут увидеть, как хорошо могут жить русские люди в том месте, куда не надо получать визу. И что у нас очень интересно. И что у нас очень удобно. И главное, как-то ужасно комфортно. Калининград невероятно комфортный город. Даже под дождями и ветрам он все равно очень комфортный. И мы, калининградцы, очень комфортные люди. Ну, такие вот. Комфортные островитяне особые. Особые люди, которые находятся в каком-то очень особенном месте. И да, у кого-то, кто-то там в Кузбассе, в моем родном, добывает уголь. И вдоль дороги там лежат куски угля, где возят уголь. А у нас янтарь кругом валяется. Нет, серьезно. После шторма мы с детьми идем по поселке Янтарный со стаканчиком. И в течение 20-30 минут можем набрать стаканчик янтаря. Пусть маленького, но янтаря. И янтарь, конечно, не булыжник. Почему-то так случилось, что больше 90% всех мировых запасов янтаря находится у нас. На маленькой Калининградской области. Ну, что это такое? Почему? А вот так. Вот так. Если вы покупаете янтарь в Праге или в Париже, знаете, он добыт в Калининградской области. Может быть, украден. И даже, скорее всего, ну, там, какими-то хитрыми контрабандистами. Вот. Поэтому лучше за янтаремку нам. Он крупнее у нас, дешевле. Да. И он наш. Потому что он везде наш. И к янтарю, конечно, должно быть особое отношение. Это волшебный камень, удивительный. Теплый, приятный и чудесный. Даже когда солнца нет, берешь янтарные бусы или кусочек янтаря, из него исходит свет. И он в руке теплый. Вот. Ангел и Мертель почти постоянно носят бусы из янтаря. Да, почти все время. Почему? Нравится. А откуда янтарь? Из Калининградской области. Ну, мы, нам не жалко, понимаете, нам не жалко. Пусть носит наш янтарь. Ангел и Мертель. И хотел бы, так сказать, я могу долго говорить про Калининград. Я буду заканчивать. И мне надо возвращаться. Я сейчас репетирую спектакль в театре МХТ имени Чехова с прекрасными актерами. Скоро премьера. И действие этого спектакля, который я репетирую, происходит в роддоме. Некого провинциального города. Но для меня, я-то знаю, где находится этот роддом. Он находится в городе Калининграде на улице Щековского. Потому что в этом маленьком роддоме я дважды ждал детей. И, разумеется, я написал эту пьесу, которая называется «Весы» про калининградский маленький роддом. Я сам сибиряк, но в моем доме и моей семье есть два калининградца. Они намного лучше меня. Я закончил свое выступление. Спасибо, что позвали. Я правда люблю наш город. Если есть какие-то вопросы, задайте мне парочку. Мне надо, правда, бежать на репетицию. Или эти вопросы не предполагались? Не предполагались вопросы. Коллеги, у вас есть прекрасная возможность задать вопрос Евгению Гришкову. Пожалуйста, микрофон можно принести? Подождите минуточку, пожалуйста. Раньше в Калининграде были карликовые бегемотики. Остались ли они живы? Небольшие, да, вот такие бегемоты, очень веселые. Они там так роскошно. Вы знаете, может быть, во всем остальном мире не останется карликовых бегемотов, а у нас они сохранятся, потому что к ним нам очень хорошо относятся. Есть карликовые бегемоты, и большие бегемоты есть, и жирафы есть, и уже теперь есть даже ангутаны. Вообще, Калининградский зоопарк – удивительный зоопарк. Он просто первоклассный. Я в нём очень много бываю, потому что у меня сыну скоро 13 лет, а младшей дочери 7. Я сначала весь этот зоопарк прошёл с сыном, теперь прохожу с дочерью. Там есть любимые животные, которых мы знаем по именам. Ну, то есть, это вот, я в нём очень много времени провёл. Карликовые бегемоты есть. Три. Да. Ответил? Да. Всё? Вопросов больше нет? Мы отпускаем, Евгения. Спасибо вам большое. Всего доброго. Ну, а я предоставляю слово временно исполняющему обязанности губернатора Калининградской области Антона Алиханова. Да, спасибо большое. Ну, я когда увидел, что мне тоже выступает 20 минут, я говорю, ну, я же не Гришка, для меня это как 2 часа на сцене провести. Ну, на самом деле, мне очень приятно, как руководителю Калининградской области, что такое представительное собрание и такой интерес к нашему региону. Но я вам честно скажу, на мой взгляд, Калининградская область, несмотря на то, что у нас плюс 30% турпотоков в прошлом году, во многом остаётся ещё такое терроринкогнито и неоткрыто ещё в полной мере для, в том числе и российских туристов. Мы вот сегодня с Олегом Петровичем Сафоновым давали тоже пресс-конференцию по поводу туристических наших возможностей. И есть очень большие надежды и достаточно серьёзные средства мы вкладываем в развитие туризма в Калининграде. В следующем году будем вводить новые формы поддержки для рестораторов, отельеров для того, чтобы дальше стимулировать и сохранить вот ту очень такую серьёзную положительную динамику, которую мы набрали в последние годы. Андрей Викторович Ермак, наш министр по туризму, ещё расскажет отдельно, наверное, про какие-то событийные моменты, тем более, что мы подготовили такой каталог «Культура Калининград». Здесь представлены основные наши учреждения, такие культурные мероприятия, которые проходят в городе. Ну, я прорекламирую самые свои любимые, наверное, да, это «Калининград Сити Джаз», ну, не знаю, чумовой просто джазовый фестиваль, который в августе месяце тоже будет проходить уже в 12-й раз в Центральном парке. Это фестиваль короче короткометражных фильмов. И, кстати, вот победители этого фестиваля постоянно выходят на полный метр, и сейчас они, по-моему, «Золотого орла», да, завоевали за короткометражки наши финалисты нашего фестиваля. Ну, и много-много разных других. И фестиваль фейерверков, кстати, пользуясь случаем, приглашаю всех в сентябре этого года приехать в Калининградскую область, в городе Зеленоградск, прямо рядом с Курской косой. У нас там будет участие и Крузенштерна, да, будет очень красиво, как и в прошлом году. В общем, 200 тысяч человек в прошлом году посетили этот фестиваль. Такое замечательное событие мирового уровня, и в этом году мы, честно говоря, собираемся сделать его еще более фееричным. Поэтому с удовольствием будем вас ждать в гости. Ну, и, конечно, чемпионат мира по футболу. Мы очень серьезно готовимся к этому мероприятию, и довольно обширная программа по строительству отелей, гостиниц. У нас дорог, то есть в этом смысле большие довольно вложения и частные, и государственные. Сегодня в том числе обсуждали федеральную целевую программу и то, как у нас будет преображаться и дальше развиваться наш знаменитый город-курорт Светлогорск. Это строительство променада, которое мы закончим уже в этом году. Ну, и, конечно, Голосящий Кивин, Янтарь-Холл. Замечательные возможности для различных таких мероприятий, в том числе конференций различных и конгрессов. Я вам честно признаюсь, я, конечно, не так умею разговаривать, как Женя Гришковец, но я, видимо, хожу чаще. Кстати, приезжайте 10 числа, у него тоже спектакль замечательный, как я съел собаку, да, в Калининграде будет. Там билеты дешевле, чем на московские концерты. Ему, как калининградцу делают, делают скидку просто, да, хотя он все время ей недоволен, насколько я знаю. Вот, поэтому, честно говоря, область, понятно, есть прибрежные города, приморские, которые в основном притягивают туристов, но область действительно такая терра инкогнито. Вот, поездишь, когда в такие города, как Советск, бывший Тильзит, Неман, Рогнит, да, и вот есть замечательный у нас парк в Иштенецке, Роминская пуща бывшая. Ну, действительно, такое ощущение, что попадаешь куда-то вот в сказку про каких-то хоббитов или средневековые какие-то времена. Есть огромное количество замков, фортов и вот этого всего наслоения таких культурных больших пластов в прусской истории, немецкой истории, советской истории, уже теперь российской. Калининград – это место, где течет жизнь и место, на самом деле, молодых, потому что в Калининград постоянно приезжают люди. К нам в прошлом году приехало на постоянное место жительства 10 тысяч человек. И это замечательное место, где, как сказал правильно Женя, нет зимы, поэтому в этом, наверное, наша фишка в том числе. То есть у нас постоянно либо весна, либо лето, либо осень, а зимы вот как-то особо нет. Может быть, любители покататься на лыжах расстроятся, но нам нравится. Как сказал я, завершая, скажу, наверное, что, если резюмировать выступление и мое, и Женя, Калининград – это территория элегантных наслаждений. Он так сказал, наслаждения, да, элегантное, элегантное наслаждение, очень вкусное место. Так что приезжайте, мы вас ждем. Спасибо. Антон Андреевич, спасибо. Ну а мы переходим непосредственно к презентации туристических возможностей Калининградской области. Я представляю Андрея Ермака, временно исполняющего обязанности министра по туризму Калининградской области. Пожалуйста, Андрей, если вам удобно, можете вот... Его называют министр культуризм, потому что он теперь и культурой, и туризмом занимается, да. Да, у нас такое, да, своеобразное министерство, потом, ну, оно нормальное, в общем-то, но название, да, прилипло такое достаточно ироничное. Хотя, на самом деле, это добрая ирония, безусловно. Очень сложно, на самом деле, делать презентацию после Евгения Валерьевича и Антона Андреевича, потому что они сказали, в принципе, все. Антон Андреевич замечательный слоган подарил, я думаю, мы его сразу будем использовать, потому что территория элегантных наслаждений – это, наверное, совершенно точно характеризует Калининградскую область, и, может быть, как раз-таки это и будет нашим основным слоганом, благодаря которому узнаваемость Калининградской области будет повышаться от года в году. Ну, на самом деле, та презентация, которую мы хотели вам показать, она, в общем-то, естественно, про все хорошее, что есть в Калининградской области, но я бы вот предпочел все-таки в большей степени, я не знаю, куда надо направлять, туда надо направлять, да, куда-то, куда, вот сюда я должен направлять, да, да. Она в большей степени достаточно, как бы, традиционная, я бы хотел в этой презентации подчеркнуть только основные моменты, которые могут быть интересны, то есть какие-то новеллы, которые будут именно в 2017 и 2018 году. Антон Андреевич уже о многом рассказал, я буквально скажу только то, что Калининградская область имеет, наверное, самую лучшую внутреннюю логистику внутри региона, практически до любого места можно добраться по твердой дороге в Калининградской области, даже до самых экзотических мест, то есть, но что касается транспортной доступности самого региона, то этим летом у нас новые рейсы будут из Варшавы, лот будет приезжать в Калининградскую область, то есть обеспечить транспортное сообщение, затем это новое направление, это Калуга, и мы там как раз таки рассматриваем кросс-региональный продукт, связанный как раз таки в большей степени с патриотическим воспитанием, в первую очередь хотим обкатать на детском туризме, то есть из Калуги будут приезжать дети к нам, изучать историю Первой мировой войны, Второй мировой войны, а мы тему космонавтики будем нашим детям предлагать, то есть та, которая является драйвером в Калуге. Есть также направление по Мурманску, связанное с такой фишкой, как северное сияние в Мурманске, и янтарная тематика, и в общем-то те самые элегантные наслаждения, которых Антон Андреевич сказал в Калининградской области. То есть вот такой кросс-региональный маркетинг, он кажется нам достаточно интересной историей на 2017-2018 год, и думаем, что у нас здесь с нашими партнерами регионами получится. Есть также целый ряд потенциально интересных проектов, в том числе связанный с терминалом, который будет построен в 2018 году в городе Пионерский. Это тоже является одним из наших курортов, этот город, и пассажирооборот там будет достаточно высок, порядка 400 тысяч, где-то около полумиллиона пассажиров в год. То есть рассчитываем вот этот трафик круизных туристов, который тоже является одним из самых быстрорастущих сегментов в мире, что он будет достаточно востребован, в том числе и по калининградскому направлению. Можно сказать несколько буквально таких вот преимуществ Калининградской области, которые тоже, в общем-то, достаточно широко уже известны. Речь идет о том, что в Калининграде отели являются по соотношению цена-качество лидерами российского рынка. Вот последнее исследование Тревага поставило Калининград на 9-е место в мире и на 1-е в России. Что касается индустрии именно хоспиталити, индустрии гостеприимства в части отелей, достаточно большое количество также санаториев, которые предлагает фактически круглогодичное нахождение в Калининградской области, достаточно комфортное. И вот мы сегодня говорили на пресс-конференции о формате all-inclusive. Вот в Калининградской области он частично реализован как раз-таки в рамках санаториев. Там есть даже пятиразовое питание по некоторым позициям в некоторых санаториях, но при этом просто не продают алкоголь. И вот этот элемент, что там не продают алкоголь в санатории, это невозможно. Да, это же санаторий, собственно. Хотя вот энотерапия, сейчас говорят, что бокал вина заменяет час в спортзале. Я думаю, на этой истории можно построить достаточно интересное маркетинговое предложение тоже в будущем. Что касается новых направлений региона, вот 2017 год, это уже можно говорить о том, что новые городские маршруты, промышленный Кёнигсберг. Несколько туроператоров предлагают эти интересные направления. Затем это и горная зона Янтарная, музей-квартира Альтесхаус. И в дальнейшем вы можете послушать, будет презентация. Вот есть Александр Быченко, здесь, собственно, владелец, собственник, руководитель этого проекта. Это водные маршруты, ну и, собственно, то, чем стал Калининград известен очень сильно в 2016 году. Это первый и единственный на сегодняшний момент в России пляж, отмеченный голубым флагом. То есть, фактически, это стандарт пятизвездочного пляжа. Это единственное место сейчас в России, где вот такой стандарт есть. Это Калининградская область, поселок Янтарный, город Янтарный. Есть несколько предложений, они могут быть самые разные, построены самым различным образом. У нас есть три маршрута брендовых, Янтарный, экологический и фортификационный. Это, в общем-то, векторные маршруты, на основании которых, на основе этих турпродуктов, они как бы как каркас нанизывают в себя различные предложения туроператоров. Они достаточно популярны и известны на сегодняшний момент. Но, как я уже сказал, что каждый год у нас вводится некоторое количество новых объектов. Допустим, в этом году уже Калининград готов предложить, например, услуги такого гостиничного комплекса, как Лангендорф. Это достаточно известная замковая усадьба. Ее так позиционирует собственник. Опять же, туда можно добраться совершенно разным способом, в том числе и по реке, увидев Калининград с воды. То есть, необычный взгляд на Калининград с воды можно посмотреть. Как правило, мы предлагаем, естественно, программы на уикенд. Это характерно, в общем-то, для межсезонья. Летом у нас среднее пребывание на территории Калининграда где-то составляет 7 дней. За счет того, что на побережье это чуть дольше, в Калининграде чуть меньше. Но вот межсезонье, как раз-таки, или вот крыло сезона, допустим, весеннее, апрель-май, это, наверное, самые интересные продукты, потому что они, в общем-то, без того, чтобы нужно брать отпуск, можно приехать в Калининград на выходные, улетев в пятницу, вернувшись в воскресенье. Это достаточно такой, даже эффективный, с моей точки зрения, такой продукт для знакомства с Калининградской областью. Есть большое количество, опять же, нюансов, которые можно получить только в Калининграде. Это вот та самая янтарная тема, о которой говорили Антон Андреевич и Евгений Валерьевич здесь. Это, безусловно, то, что вы можете только в Калининграде получить и больше нигде в мире, потому что, да, можно купить янтарь в Санкт-Петербурге и в Москве, но это то же самое, что купить самовар в Калининграде. То есть можно привезти и самовар из Калининграда, но понятно, что если вы его купили в Туле, это будет вот аутентичный продукт. То же самое и в Калининграде. И уж совершенно точно вас в Калининграде не обманут. Это будет действительно янтарь, это не будет ни пластмасса, ни канифоль, а будет действительно настоящий балтийский янтарь. И много других, кстати, в том числе много интересных специалитетов, например, балтийский угарь, как одно из таких серьезных востребованных продуктов, именно как гастрономический специалитет, балтийская корюшка и так далее, которая, вот поверьте, от дальневосточной отличается, как небо и земля. Это совершенно две разные рыбы с точки зрения вкусовых качеств, с точки зрения культуры потребления. Вы пригласите сразу на фишфуд. Да, да, вот спасибо, Антон Андреевич. На самом деле у нас несколько гастрономических праздников будет уже в самое ближайшее время. Это день селедки в апреле. И в самые первые даты мая, с 1 по 3 мая будет фишфуд фестиваль, будет проходить в Зеленоградске. Это рыбные специалитеты в формате уличной еды будут предложены всем гостям Калининградской области. Это очень интересно, на самом деле, всегда смотреть. Когда мы сразу видим, какое количество туристов приехало, потому что те, кто спрашивают, подходят, а это из чего, а это что такое, а вот это как называется, ну сразу очевидно, что это не Калининградцы. И такие, кстати, на этих мероприятиях на большинство. Есть тоже, ну я уже говорил о многих уникальных предложениях, на которых базируются наши три брендовых маршрута. Единственное, что не отметил еще, может быть, это то, что все-таки архитектура, вот то, о чем говорил Антон Андреевич тоже, достаточно, ну эклектичная, и это преимущество Калининграда, когда несколько периодов истории сразу есть на достаточно компактной территории. То есть не нужно куда-то ехать по длинному пути, объезжать там 3000 километров. Калининградская область, если поперек от Литвы до Польши, это всего 280 километров. И вот этот в формате уикенда, вы можете посмотреть сразу несколько эпох, и Тевтонскую эпоху, и Немецкую эпоху, эпоху советского периода, и современного российского. Как я уже говорил, что есть еще и преимущества для таких многосоставных маршрутов, в том числе, если вы путешествуете не только в Калининградскую область, а в Европу, то Калининградская область это то место, откуда можно путешествовать очень удобно в Европу, например, взяв машину в аренду и поехав, прилетев в Калининград, взяв машину в аренду и поехав в Европу на машине. Или, например, доехать до европейского какого-то аэропорта и полететь дальше. То есть эти преимущества тоже Калининградской области достаточно уникальны, пожалуй, ни один другой регион России вот этим похвастаться не может. У нас с этого года начинает работу, вернее, начал уже работу обновленный сайт регионального информационно-туристического центра. Его презентация будет отдельно, после того, как мы его проиндексируем на Гугле и на Яндексе, будет отдельно представлена. Мы сделаем достаточно большую презентацию, поскольку у этого сайта очень много возможностей, в том числе интерактивных. И на этом сайте в том числе будет регистрация той самой карты гостя. Это новый наш продукт, который нужно будет на сайте турцентра активировать и в дальнейшем использовать его в Калининградской области, получая там различные скидки не только в отелях, ресторанах, но и также в магазинах, в различных бутиках, такси и так далее и тому подобное. Вот, кстати, она, это карта гостя. Собственно, выглядит она так. И она, в общем-то, вот в этом паспорте туриста, который достаточно известный тоже наш маркетинговый продукт, она, в общем-то, находится там, приклеена. То есть, получив паспорт туриста даже вот на этой выставке, вы берете эту карточку, активируете через сайт турцентра и, собственно, участвуете в программе лояльности, которую мы сейчас предлагаем. Собственно, все, что я хотел сказать вкратце и в завершении, буквально своей презентации, я хотел бы попросить коллег, которые за техническую часть отвечают, поставить все-таки то, что лучше всего, наверное, скажет о Калининградской области, во всяком случае, совершенно точно лучше, чем я. Это наш рекламный ролик, промо-ролик, который является у нас сейчас основным о Калининграде. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . . Спасибо. . 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 Нестандартное, что нестандартное, это то, что фиксированная цена номера. Мы знаем, что существуют определенные нормы регулирования, которые установили максимум цен на отели, чтобы не было достаточно серьезных завышений. Все остальное, ситуация совершенно обычная. И информация о том, что там где-то кого-то из туроператоров поддавливали, во всяком случае у меня такой информации точно нету. Потому что если бы это было, я думаю, что все отельеры и все туроператоры знают мой вообще мобильный телефон, и если бы такая ситуация была, то они бы мне сразу позвонили и сказали, что вот есть такая ситуация. А на самом деле этого не было. Поэтому, я думаю, 2018 год мы пройдем тоже достаточно спокойно. Естественно, у туроператоров будут какие-то определенные квоты на отелях, ну а как они будут уже ими распоряжаться, здесь, в общем-то, это зависит от их бизнеса, от их бизнес-модели, которую они выберут в 2018 году. Здравствуйте, меня зовут Пелецкий Илья, директор компании «Цвет». Вопрос, наверное, больше к губернатору бы хотел задать. Скажите, пожалуйста, вот я вижу, как наш, я сам из Калининграда, город восстанавливается, в центр города преображается, скажем так, в немецкий стиль. А есть ли вообще проекты по восстановлению именно реконструкции немецких объектов, не знаю, там Кирх, каких-то башен старых и так далее, которые вот, скажем так, не переделка советского под немецкая, а вот конкретно восстановление немецких объектов? Потому что в области их очень много и если поездить, действительно интересно, но они в достаточно таком, пока что печальном состоянии. Если говорить о тех объектах, которые сохранились, то, конечно, есть, и мы, собственно говоря, после сейчас презентации пойдем в том числе вести переговоры по одному из центральных объектов в городе, по тому, как инвесторы могли бы поучаствовать в его восстановлении. Ну, у нас уже предварительные договоренности есть, поэтому, конечно, вот и сейчас министерство заканчивает работу над программой, ну, а-ля рубль, да, рубль за квадратный метр для того, чтобы вот эти объекты отдавать в долгосрочную аренду с обязательствами инвестора по восстановлению и определенному там функциональному его использованию в дальнейшем этих объектов. И, в принципе, мы активно сейчас включаемся в том числе в работу и в программе «Культура России», и в международные грантовые программы. Я думаю, что в следующем году несколько кирх по этой программе вполне могут получить финансирование, и кирхов в Славске, и кирхов в Озерске. Вот, поэтому мы сейчас предпринимаем системные меры для того, чтобы как раз эти объекты, ну, как минимум, максимально законсервировать, а как максимум, конечно, пустить их в туристический оборот уже в полном-полном, скажем так, объеме. А списки этих объектов где-то вообще можно? Они есть, да. Андрей, ответьте, пожалуйста. Да, ну, на самом деле, вот Антон Андреевич совершенно правильно сейчас сказал, помимо моей программы, которая рубль за объект, да, то есть сейчас разрабатывается, в общем-то, она уже есть, да, только сейчас там последние шероховатости проходят. Но целый ряд объектов, которые находятся в областной непосредственно собственности, где у нас возможность маневра гораздо больше, они сейчас, кстати, уже предлагаются арендаторам, например, железнодорожные ворота в Калининграде, сейчас стоят как раз-таки на конкурсе, и в ближайшее время пройдут торги, и этот объект обретет нового арендатора. Например, Бранденбургские ворота, они не являются областной собственностью, мы там очень сильно помогли для того, чтобы туда вот наш марципановый домик, да, вот по мати, заключили договор аренды, посодействовали, чтобы они встали, хотя это объект, в общем-то, федеральный. Форт номер один, например, 1А, да, форт, точно так же стоит у нас в листе ожидания, он абсолютно готов. Форт номер 10, то есть все эти объекты, которые в областной собственности, они вот так постепенно выставляются на конкурсы для того, чтобы были заключены договоры аренды. Кроме этого, часть объектов, о которых сказал Антон Андреевич, они идут по программе ревитализации не в части передачи в аренду, а наоборот, в части их ввода в туристический оборот, как объекты показа, например, кирха в Славске, через программы государственного финансирования, потому что в Славске в этой кирхе будет расположен концертный зал, фактически, да, то есть дом культуры переедет туда, вот в эту кирху. Собственно, часть объектов мы планируем, в общем-то, использовать еще через программу Польша-Калининградская область, Литва-Калининградская область профинансировать. То есть пока вот такое комплексное решение у нас, ну оно готово на сегодняшний момент, просто каждый конкретный объект, вот если есть вопрос по конкретному объекту, я прям могу сказать по конкретному объекту, чего будем делать. Но по каждому объекту это такая одна, всегда какая-то небольшой такой мини-проект, да, такой мини-проект, который, в общем-то, и не только Министерство, и Служба охраны памятников, и Министерство культуры и туризма, и Агентство по архитектуре, и Агентство по управлению областным имуществом, в общем, совместно как бы реализуем. Да, там, там. У меня вопрос по Балтийской косе, достаточно уникальное место, историческое, природное, и в данный момент достаточно грустно видеть разрушение там и порта, и старый аэродром. С одной стороны, это как бы экзотика такая, но она разрушается. В аэродроме великолепная акустика, где можно там музыкальные какие-то делать, эти театральные представления. Опять же, ну вот некая вот эта вот тенденция разрушения, она, к сожалению, очевидна, и, опять же, военные там как бы объекты Первой мировой войны, и музей там у вас в школе был великолепный, школа закрылась. Вот как это вообще регион этот будет развиваться, тем более, что рядом Балтийск, и тоже очень интересный экскурсионный объект. С Балтийским у нас сейчас произойдет смена руководства в Балтийске, потому что знаете, что определенные были трения с муниципалитетом с этим, но сейчас это уйдет в прошлое. Что касается Балтийской косы, сейчас идет работа по приданию нашей части, российской части Балтийской косы, статуса особо охраняемой природной территории, но действительно там есть определенные трудности с Министерством обороны. Их, к сожалению, не думаю, что мы сможем регулировать очень быстро, то есть вопрос по аэродрому, по каким-то объектам их инфраструктуры, навряд ли решится быстро. Но часть косы, вот тот же форт шведский, ну и понятное дело, что ими надо заниматься. Там довольно сложные будут берегоукрепительные процедуры, но я очень надеюсь, что мы все-таки найдем возможность его спасти, потому что действительно он затапливается довольно часто. Ну а Балтийск, конечно, должен получить немножко другой, скажем так, вид, тем более, что он перестал быть, наконец, закрытым городом, и мы планируем в ближайшие несколько лет серьезно поработать над туристической инфраструктурой в этом городе, потому что действительно и пляжи замечательные, но были определенные проблемы с управлением всем этим богатством. Я надеюсь, они уйдут в прошлое совсем скоро. И вот Антон Андреевич, я просто добавлю, упомянул сейчас форт западный, да, вот о котором вы в том числе говорили, да, как часть инфраструктуры. Он, кстати, как раз-таки по вот этой программе по нашей сейчас выставлен, торговается право аренды. Там достаточно большой участок в очень живописном месте, поэтому сейчас, конечно, мы усиленно ищем инвесторы для того, чтобы, как минимум, этот форт, если, ну, не восстановить, поскольку это достаточно дорогостоящая история, но, как минимум, найти ему применение в туристическом обороте, использовать его как объект показа, может быть, придумать там какую-то инфраструктуру сопутствующую, которая параллельно могла бы привлекать туристов и одновременно позволяла, ну, законсервировать этот форт таким образом, чтобы он в дальнейшем не разрушался, и можно было бы его использовать как объект показа. Плюс совершенно недавно основная часть этого форта, то есть вот цитадель Пилау, также сейчас перестанет уже быть местом размещения спецподразделений Балтийского флота, и оно будет музеем, скорее всего, каким-то военным, и министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу об этом говорил несколько раз. В общем-то, когда процесс завершен, там будет такая достаточно интересная связка как раз-таки между музейным комплексом в Балтийске и рекреационными возможностями Балтийской косы. Поэтому вот в такой перспективе пяти лет там, возможно, такие достаточно серьезные позитивные изменения. Уважаемый Андрей, у меня два вопроса. Скажите, пожалуйста, есть ли экологический сбор какой-то за проезд на Курскую косу? Первый вопрос. И второй. Есть ли краткосрочные такие экскурсионные туры в Германию и в Польшу для континентальных туристов и без визы желательно? Есть ли такие? Сбор есть. 300 рублей составляет человека, вне зависимости от того, каким образом вы попадаете на территорию Курской косы. Мы полагаем, что цена достаточно невысокая. Я, например, Курскую косу люблю больше, чем 300 рублей. Поэтому считаю, что, в принципе, эта цена достаточно обоснованная сейчас, особенно исходя из того, что все-таки на эти деньги там делается необходимая инфраструктура. Да, это на одно. Вот вы заехали туда. Нет, ну, в смысле как? Вы заехали туда, и вы там находитесь столько времени, сколько нужно. Вот если вы выехали, то повторно вам снова нужно будет платить, естественно. А если вы там находитесь неделю, то никаких проблем, вы ничего там платить не будете больше. Въехали один раз. То есть это за въезд, грубо говоря. Цена. Например, кстати, на территорию литовской части Курской косы сбор этот гораздо выше. Он составляет 20 евро. Теперь, что касается вот того, что вы спросили, туры в Германию, там, в Польшу. Да, это возможная история, и часто в турпродукте используют этот механизм для построения более длинной цепочки маршрута, но без визы, к сожалению, нет. Только шенгенская виза. И, в принципе, есть у нас туроператоры, которые достаточно активно работают с консульствами иностранными, и эту визу могут сделать достаточно за короткий срок. Поэтому такое предложение у нас в активе, оно считается одним из самых востребованных и особо пользуется популярностью у людей, которые приезжают в санатории на более длительные сроки, например, на 21 день. И, соответственно, когда у них есть там перерывы в процедурах, например, на уикенд, да, там, пятница, суббота, воскресенье, они используют эту возможность для того, чтобы получить краткосрочную шенгенскую визу, выехать в Польшу или в Германию и потом вернуться. То есть такие возможности есть. Но шенгенская виза. Спасибо. Добрый день. Город Саратов. Турагентство «Кругозор». Мы являемся туроператорами по России и занимаемся детским туризмом. И вот сейчас мы хотели бы своих ребят из города Саратова вывезти все-таки вот в Калининград, расширить их «Кругозор». И в вашей презентации было заявлено, что вы расскажете о правилах въезда в регион. Скажите, пожалуйста, вот эти правила въезда в регион как-то осложняют детский туризм в вашем городе? Смотрите, ситуация такая. Если вы летите самолетом, то вообще ровно ничего не меняется. Речь идет только о поезде. Тогда действительно режим пересечения двух границ, он требует либо упрощенного транзитного документа и наличия загранпаспорта. Тогда да, тогда вы можете въехать на территорию Калининградской области при наличии этих двух составляющих поездом. Но, что касается детских туров, то здесь, вот Антон Андреевич сегодня на пресс-конференции говорил об этом, упоминал, у нас есть как раз-таки программа субсидирования детских туров в Калининградскую область. Она проходит на предоставление, так скажем, денежной субсидии происходит на конкурсной основе и происходит, так скажем, как возмещение затрат уже, но 10 тысяч на один билет, неважно, самолет, поезд или корабль, мы выплачиваем туроператору, который организует такой детский тур. То есть, условно говоря, сейчас, например, билет на самолет Калининград-Москва стоит порядка 9 тысяч рублей, да, там 9,5, 8 в зависимости там от авиакомпании, 7, то есть фактически вы понимаете, что при стоимости 10 тысяч рублей дорога туда-обратно на самолете получается бесплатной. Если вы с калининградским туроператором построите вот эту бизнес-модель для того, чтобы детские группы приехали, ну, там, естественно, оценивается не только там количество людей, которые приехали, но в том числе и программа тура, значит, экскурсионное обслуживание, проживание и так далее. Вот этой программой вы можете воспользоваться и тогда, в общем-то, как бы механизм попадания в Калининградскую область, он становится совсем как бы простым. Это только с самолетом, а поезд это не распространение? Поезд распространяется, я говорю, поезд, корабль, самолет, поезд, корабль, без проблем. Может быть, после презентации можно будет скорректировать вот эти вопросы с каким-то агентством? Да, вот я даже сейчас, у нас тут много очень туроператоров, и вот туроператор, да, сейчас поднимает руку, совершенно спокойно вы сможете это сделать. Коллеги, есть ли еще вопросы? Катя, Екатерина. Добрый день, Сергей Михнюк. Вопрос у меня к Андрею Ермаку. В рамках развития патриотического туризма в части регионов Российской Федерации строят парки «Патриот», в частности, в Крыму. Я знаю, что такая же тема одно время разрабатывалась ночными балками на территории Калининградской области, но потом она благополучно была каким-то образом там вздута. Вот какие-то работы в этом направлении будут делаться? Спасибо. Ну, на самом деле, я думаю, тут даже Антон Андреевич лучше ответит, чем я по поводу парка «Патриот». На самом деле, да, ситуация выглядит так, что у нас мы рассматривали один из аэродромов, вот у нас есть два аэродрома, Девао и Нивинский, и там различные варианты рассматривали как раз-таки под размещение этого парка. В принципе, сейчас мы находимся там в переговорной ситуации, связанной как раз-таки с имущественными вопросами, связанной с территорией этих аэропортов. Но как только они, вот эти вот юридические вопросы будут решены, в принципе, мы готовы любой из этих аэропортов предоставить под размещение этого парка. И с нашими вот коллегами, кстати, вот у нас же есть даже поручение Антона Андреевича на эту тему, с коллегами из организации «Ночные волки» как раз-таки обсудить, каким образом мы можем войти в этот проект. Потому что территория достаточно интересная, тот же аэродром Девао находится практически вообще в центральной части, ну не в центральной части, но так, скажем, близко к центру города. А аэропорт Нивинска, он находится наоборот, чуть на отдалении, но имеет очень хорошую логистику. Туда можно приехать на любом виде транспорта, по твердой дороге, и может быть даже это лучшее место, потому что непосредственно не в городе находится. Но на самом деле, вот как только эти юридические вопросы будут решены, мы как раз-таки приступим к реализации этого проекта, я думаю. Благодарим за вопросы. У нас на самом деле есть вопросы еще от онлайн-аудитории, от слушателей, которые смотрят нас в прямом эфире. Спрашивают коллеги, санатории какого профиля находятся вблизи Калининграда? Причислите, пожалуйста, основные. На самом деле их несколько, у нас всего 22 санатория. Надо сказать, что некоторые из них являются санаториями в таком самом конкретном смысле этого слова. То есть они именно предоставляют услуги после реабилитации, после какого-то, так скажем, медицинского вмешательства, после операций различных и так далее. В основном санаторно-курортная направленность, ну есть санаторий такого общего плана, например, Янтарный берег, там санаторий Янтарь, точно такой же, центральный военный санаторий. Есть санатории целевые, например, связанные с реабилитацией и с лечением болезни органов дыхания. Детский есть санаторий в Пионерском, который как раз-таки занимается лечением болезни опорно-двигательного аппарата и так далее. То есть самая разная палитра, но, как правило, у нас загрузка по санаториям в течение года, она даже выше, чем по отелям. То есть если по отелям у нас 50-55% загрузка по году, то санатории это более 65%. И в низкий сезон они предлагают, в том числе многие из этих санаториев, не все, но многие санатории предлагают различные коммерческие программы, что тоже достаточно интересно. И вот в прошлом году в Петербурге, когда мы делали похожую презентацию, именно эта тема больше всего интересовала туроператоров из Санкт-Петербурга. Поэтому здесь предложения достаточно много, но вот опять же хотелось бы отметить, в том числе и в дискуссиях с инвесторами, что это одно из самых перспективных, с нашей точки зрения, направлений применения инвестиционного усилия, так скажем. Потому что есть очень много различных вариантов размещения именно таких санаториев или отелей с серьезным таким спа-комплексом, может быть даже где-то с некоторым углубленным спа-комплексом, не только связанным там с велнес-услугами, но в том числе там, допустим, с серьезными массажами, реабилитациями после каких-то катастроф и так далее и тому подобное. При том, что медицинские учреждения на территории Калининградской области есть. И то есть не надо уезжать в другой регион для того, чтобы пройти реабилитацию после какой-то, например, операции или после какого-то длительного лечения. Можно остаться на территории региона и получить в том числе услуги по реабилитации. У нас еще есть вопросы. Подскажите, пожалуйста, где можно приобрести туристическую карту? И сразу же задам вопрос. Есть ли по Калининграду какие-то туристические интерактивные квесты? Ну, в общем, конечно, можно и приобрести туристическую карту. Такие возможности, безусловно, есть. И можно приобрести в магазинах различных и в информационно-туристическом центре. Но в информационно-туристическом центре, в общем, вам дадут бесплатно эту карту. И во многих других местах, да, вам дадут достаточно большое количество есть мест, где дадут эту карту совершенно бесплатно. Например, в отелях вам дадут эту карту бесплатно. Что касается маршрутов, связанных с квестами, таких маршрутов есть несколько. У нас есть, в общем-то, акция, которую поддерживаем мы на уровне правительства Калининградской области. Министерство культуры и туризма за нее отвечает. Это акция «Настоящий калининградец», которая является фактически тоже квестом, на самом деле, а представляет из себя такое некоторое ГТО в сфере туризма, да, то есть такое, да, туристическое ГТО, такое «Готов к туризму в Калининградской области». Она представляет собой, да, в общем-то, несколько таких требований, да, то есть если вы посетили 10 памятников внутри Калининграда города, вы получаете бронзовый значок. Если посетили все муниципалитеты Калининградской области и сфотографировались, вот с таким вот жестом, значит, вы получаете серебряный значок и 100 объектов на территории Калининградской области, это золотой значок. При этом очень многие туроператоры уже используют сейчас вот этот вот маршрут настоящего калининградца именно для того, чтобы возить группу, потому что они построены, этот маршрут, таким образом, что вы смотрите на Калининград не по самым популярным местам ездите, а видите все. Например, вы по этому маршруту заезжаете в район, который является таким не самым популярным у туристов, да, например, Балтийский район Калининграда, вот, он не самый популярный, но туда вы тоже должны попасть. Вы попадаете туда на замечательный объект, который находится на окружной дороге, это 11-й форт, например, который сейчас восстановленный, и можно посмотреть абсолютно все, как он выглядит и так далее. То есть маршрут собран таким образом, чтобы это было, с одной стороны, интересно и познавательно, с другой стороны, вы все-таки в конце получаете какой-то приз, это такой элемент и графикации. И очень много самостоятельных туристов приезжают, фотографируются, у нас даже есть такие интересно комичные истории, мы сейчас собираемся выпустить, кстати, сборник этих комичных историй, например, как один афроамериканец проходил маршрут настоящий калининградец на вторую степень, начал фотографироваться около моста Королева Луиза, а там государственная граница проходит. Его, значит, побежали арестовывать, он успел убежать, уехать на машине оттуда, потом очень сильно жаловался по этому поводу. Или, например, фотографируются около Тевтонского замка Топиао. Но дело в том, что это сейчас действующая тюрьма на сегодняшний момент, и тоже как бы вызывает иногда вопросы у коллег, автоматчиков, которые стоят там и охраняют этот объект культурного наследия. То есть такие комичные истории. Вот такой сборник, ну таких постов, что ли, блогов, таких иногда, которые мы видим, мы собираемся их сейчас издать, выпустить. Это будет достаточная история, тоже интересная, около Ленинградской области. Спасибо. Еще парочку вопросов. Вы упоминали про такое событие у Вас, известное, как День селедки. Коллеги спрашивают, что это такое. Расскажите подробнее, может быть, в паре слов. Ну, на самом деле, это гастрономический фестиваль, посвященный, собственно, селедке, потому что балтийская селедка, она, в общем-то, уникальная, вкусная и прочее, прочее. На самом деле, это такой серьезный городской праздник. Он будет в этом году у нас в апреле проходить на территории Музея Мирового океана. Собственно, само посещение музея, конечно, это такая одна из обязательных программ, вообще, визитов в Калининградскую область. Это такой must-see в Калининграде, поскольку, как говорят наши иностранные туристы, только у вас можно увидеть в качестве музейного такого экспоната бывшую действующую боевую подводную лодку. Походить, посмотреть, значит, на этой лодке, даже посмотреть в перескоп. И очень многие из них шутят, говорят, значит, не отвлекайте меня, я здесь на работе, они говорят, значит, наши туристы, которые приезжают в Калининградскую область. На этой территории будет проходить день селедки. Собственно, селедка в разных видах будет предлагаться в качестве гастрономического специалиста. И в виде, как бы, таких вот блюд уличной кухни. И будет, ну, естественно, она предлагается в любом виде, в консервированном, в неконсервированном, при серве и так далее. Там различные конкурсы интересные. Ну, в общем, достаточно такие, достаточно популярные мероприятия и среди жителей города, и среди гостей города. Вот в прошлом году мы с некоторыми туроператорами постарались именно на этот праздник организовать тур выходного дня. Поскольку она проходит в субботу, вот в рамках тура выходного дня это очень удобно сделать. Приехав в пятницу, оставшись на день селедки в субботу, и в воскресенье вернуться назад в свой город, или в Москву, в Санкт-Петербург, или там в любой другой город, из которого гости приехали. А можно еще раз даты повторить? Даты у нас в этом году, да, 8 число, 8 апреля. Про еще одно событие спрашивают коллеги. Мировой чемпионат фейерверков пройдет в этом году в Зеленограде. В какие сроки? Ну, это будет крыло сезона, завершение сезона. Второе, девятое, шестнадцатое, и получается 23 числа, 23 сентября. То есть каждую субботу, каждый из этих дней будут соревноваться 2 или 3 команды. Сейчас мы как раз таки, заявочная кампания у нас открыта. Очень много команд, которые заявляются. Мы сейчас даже уже вынуждены устраивать такой небольшой конкурсный отбор по их программам. Например, вот, конечно, экзотическая такая команда из Малайзии приедет в этом году участвовать в чемпионате. Мы сейчас как раз таки отсматриваем их предложения, насколько это интересно. Вот в прошлом году, например, была тоже достаточно широкая палитра. Мексика, Италия, Франция, Германия, Китай, Польша, Чехия, Беларусь. Да, то есть достаточно много команд совершенно из разных стран. В этом году, мы думаем, представительство будет еще более интересное. Ну и вот Антон Андреевич уже многие наши секреты как бы рассказал. Да, говорил о Крузенштерне, который в том числе будет в этот момент как раз таки в водах, в территориальных водах Калининградской, ну, Российской Федерации, естественно, рядом с Калининградом. Будет несколько еще сюрпризов таких достаточно интересных. Поэтому это событие будет еще более интересное и яркое, чем в прошлом году. Ну и давайте последний вопрос про Куршскую косу. Есть ли там велосипедные дорожки, спрашивают у коллеги. На сегодняшний момент на Курской косе велосипедной дорожки нет. Можно путешествовать на велосипеде непосредственно вдоль дороги, где, собственно, все велопробеги сейчас, которые проходят по Курской косе, они, в общем-то, там и проходят. Или индивидуальные туристы, когда берут велосипед, они идут непосредственно вдоль дороги. В общем-то, это стало сейчас достаточно популярным времяпровождением и таким маршрутом через косу. В общем, автомобилисты уже с велосипедистами знают друг друга, обходятся достаточно деликатно друг с другом. Но при этом такой проект есть, конечно, строительство велодорожки на Курской косе. Сейчас есть в том числе и поручение губернатора на эту тему. Как раз-таки мы прорабатываем вопрос размещения вот этой велодорожки по территории, там, где будет проходить в том числе ряд инфраструктурных объектов, связанных как раз-таки с электрификацией Курской косы. И поскольку уже все равно в любом случае существует определенная просека для этого, ну, грех ее не использовать, в том числе и для размещения велодорожки. Поскольку мы сейчас связаны как раз-таки с вот этими элементами инфраструктуры, мы немножко сейчас отодвинули вопрос реализации вот этого проекта именно по Курской косе. Но зато более активно начали заниматься проектом, как ее называют специалисты, самой живописной велодорожки в Европе от косы до косы. То есть это от Курской косы до Балтийской косы. 51 километр эта велодорожка пройдет вдоль Балтийского моря и будет одна из самых живописных. Мы даже думаем о том, чтобы там определить места наиболее такие интересные с точки зрения фотографирования. Потому что мы понимаем, что фотографирование это одно из основных условий вообще, ну, то, чем занимаются туристы. И вот создать для них там специальные условия, смотровые площадки, где они могли бы сфотографироваться. Вот сразу уже на эту тему думаем, поскольку этот проект такой значимый. Ну, а возвращаясь к Курской косе, безусловно, проект по велодорожке, он рано или поздно будет реализован. Но вот я говорю, мы тут немножко привязаны к инфраструктуре, потому что велодорожка это как бы завершающий этап будет уже после того, когда все остальные инфраструктурные вот эти вот линейные объекты будут там завершены. Ну и коллеги просят последний все-таки вопрос, касающийся сезонности, наверное. Когда лучше приезжать в Калининград в экскурсионный тур? Ну, я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Совершенно очевидно, это круглый год можно приезжать в Калининградскую область, зависит от того, что вы ищете. Если все-таки вы воспринимаете Калининградскую область, как вот сегодня уже неоднократно звучало, и мне это очень понравилось, территорию элегантных наслаждений, то это совершенно не зависит ни от времени года, ни от природы, ни от погоды. Потому что в Калининградской области одно из конкурентных преимуществ, из таких реальных Калининградской области, за то, что на достаточно компактной территории, а это один из самых маленьких регионов России, да, вот, наверное, мы вторые после Севастополя по, так скажем, нашему размеру, вы можете на этой территории получить максимум удовольствия за ограниченное количество времени. Потому что доступность достаточно, как бы такая, понятная и удобная всех объектов, с одной стороны, а с другой стороны, сервис и соотношение цена-качество, ну, точно одни из лучших в стране. Поэтому здесь совершенно не зависит от времени года, потому что те, кто любит дзен-отдых и не любит много людей, они могут приехать в межсезонье. Те, кто любят, так скажем, какие-то тусовочные, такие серьезные мероприятия, могут приехать летом и участвовать в каких-то событиях, поскольку у нас вот здесь Антон Андреевич уже показывал вот этот вот календарь, ну, так скажем, каталог «Культура Калининграда». Здесь в конце этого каталога есть календарь событий, и вы удивитесь, у нас 360 событий в году. То есть мы отдыхаем, в общем, только пять дней. Поэтому всегда есть в том числе... Работаем. Да, 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 работаем пять дней. То есть фактически, ну, скажем так, даже в низкий сезон, всегда можно в ноябре, например, посетить такой фестиваль, как «Джаз-филармония». Совершенно уникальный лайнап, который не каждый фестиваль вообще мирового уровня может себе позволить. Вот такое мероприятие проходит в Калининграде целую неделю. Оно пока еще как бы не дораскручено, вот мы сейчас, конечно, его и рекламируем, в том числе вот сейчас я это делаю. Но при этом это как раз-таки уже не фьюжн-фестиваль, а именно такой настоящий фестиваль джазовый, который проходит, кстати, в одном из самых уникальных мест вообще с точки зрения даже визуального контакта. Это бывшая часовня святого семейства, а сейчас концертный зал в филармонии с уникальной акустикой. И таких мероприятий в Калининградской области проходит достаточно много. Поэтому, ну, неважно какой сезон, неважно какой день, мне кажется, любой из человек найдет себе чем заняться в Калининградской области. Слушатели очень благодарят вас за такие подробные, развернутые ответы. Большое вам спасибо. Мы движемся дальше. Я приглашаю на сцену трибуни Ирину Литвинович, директора по работе с посетителями форта номер 11, директора туристической фирмы «Времена года». Ирина расскажет о фортах, как об одном из главных исторических символов Калининграда. Коллеги, я тогда как раз пойду заниматься фортами, продавать их хорошим качественным инвесторам. Спасибо большое. Добрый день. Добрый день, уважаемое собрание. В понедельник, 13-го числа. Рада тех, кто остался здесь, потому что вот о главном говорят мужчины, а о мелочевке, о фортах мы, женщины. Калининград славится. Вот изначально в теме было, что замки и форты Калининградской области. Я сразу попросила поправить. Замков в центре города не осталось. Они остались руинированы на территории области. И съездить к ним обязательно надо, посещая нашу область. А когда мы продаем тур, мы всегда говорим, давайте говорить о фортах, чтобы было понятно, это такая крепость, по-русски сказать, хотя форт и крепость разные вещи. Итак, о том, что нам досталось 72 года назад, то, к чему мы пришли, потому что с давних времен, я первые группы возила 40 лет назад по Калининграду, вот тогда мы показывали остатки оборонных сооружений конца XVII-XVIII века. Это внутреннее кольцо, а их два. Сейчас мы посмотрим, чтобы у нас что-нибудь получилось. Ну, если оно не получится, мы пойдем другим путем. Вот так, для тех, кто, если у нас не был, и так в центре была цитадель, был замок, который разобран до основания даже глубже. Ведутся археологические изыскания на уровне подвальных этажей. Потом была крепостная стена, вот она внутри таким заборчиком обозначена. И только в конце XIX века, Второй рейх, Бисмарк, а так вспоминаем, образовалось кольцо внешнее. Вот моя речь будет идти о этом внешнем кольце, потому что о нем мало что известно, и где-то ночная рубашка, и как это ночная перина, или еще бумажные крепости их так называют. И так несколько уровней обороны Кёнигсберга когда-то было, и сейчас я буду говорить о внешнем кольце, потому что мало кто о нем что знает, кроме Пятого форта. Он наверху, видите, звездочка обозначена. По дороге на Светлогорск, объект, который принадлежит нашему историко-художественному музею, здесь всегда проводят экскурсии, или он свободен для доступа, организовано, все красивенько и культурно. И вот среди этих фортов, а их 15 окружают Кёнигсберг, теперь Калининград, не верьте Гуглу, там написано 12, врут. Вернее, некорректно говорят. Я буду говорить о новом объекте, который появился на карте туристической, а не на исторической, всего меньше двух лет назад. Это нижняя самая звездочка, форт номер 11, был передан по конкурсу в управление на 49 лет, почти два года мы им управляем. Это тот самый образец частных инвестиций, когда из заброшенного форта или почти брошенного был организован объект, в котором мы работаем. Сразу скажу, пока вы не разбежались, у нас от форта есть три приза, даже чуть больше. И кто досидит до конца презентации нашей области и ответит правильно на вопросы по моей презентации, эти призы прямо здесь и сейчас получат. Вот вы скажете, там еще желтенькая такая звездочка есть, да? Это форт номер 3, в котором сейчас ведутся работы, и предполагаем, что там будет гостиница, ресторан роскошный, но это только будет. На сегодня из 15 работают открыты два форта, пятый и одиннадцатый, и мы сейчас попробуем чуть-чуть дальше углубиться в осмотр и знакомство с краем, потому что те, кто там не был и мечтают туда поехать, я думаю, здесь и собрались, или организовать поездку. Итак, с одной стороны, это фотография города, Кёнигсберга, до бомбардировок 44-го года августа, а с правой стороны, что в этом месте находится сейчас? Из плотной застройки, из 20 улиц острова Кнайпхоф, один кафедральный собор, там, где могила Канта, вот по центру я специально так взяла, чтобы было видно. То есть продавая дур в Кёнигсберг, мы часто показываем картинки старого города, старого города нет. И только с хорошим экскурсоводом, по хорошей навигации, лучше купив тур, вы увидите ту мозаику старых сооружений, которая раскидана по центру, или сможете выехать за пределы центральной части, чтобы сравнить, что было, что стало, и сложить те пазлы, и у вас получится картинка из старого города, начиная со Средневековья. Вот основные объекты, все 26 объектов я не стала помещать. Итак, Королевские ворота, самые молодые ворота, принадлежат Музее Мирового океана, в идеальном порядке, проводятся экскурсии справа. Брандербургские ворота, единственные из когда-то 10 ворот, которые сохранили свою функцию, внутри них можно проезжать, и туда переезжает Марципановый домик, потому что знаменитый, Кёнигсбергский Марципан, это все о нас. Внизу две башни, скажите, одно и то же. Нет, это башни Блеснецы, в одной из них находится, расположен Музей Мирового Янтаря, а вторая башня Врангеля, на сегодня ее статус не определен, все время разрабатывается. Ну вот это тоже самый центр города, можно легко увидеть в шаговой доступности, но это все внутреннее кольцо. А мне бы хотелось чуть дальше, мы же расширяем границы своих путешествий. Все время все меняется. Всех отсылаю, отправляю на сайт нашего информационного центра. Сумасшедшая поддержка любым агентствам, потому что все новинки, все афиши, все, что происходит в городе, оперативно размещается. Вот сейчас новые готовятся, и всегда нужно и можно пользоваться. Ну а теперь мой родной, ненаглядный 11-й Форд, который я усыновила два года назад, из заброшенного военного объекта, с помощью инвесторов, потому что это сумасшедшие вложения, не спрашивайте сумму. Сейчас это объект, который не имеет выходных дней. У нас их нет. Все 365 дней мы работаем, высокостный день – это 66 дней. Открытые каждый день проходят экскурсии. Количество человек в группе, потому что многие перешли на обслуживание индивидуалов, от одного. Одномоментно можем запустить 300. Вот 305 не просите, тяжело. Во время больших фестивалей одномоментное количество нахождений на форте до 3000 человек. Итак, объект. У него три названия рядом с поселком Зелегенфельд. Это совсем старое название. Номер 11, потому что все форты имели порядковые номера. И имени Дюнхов. Напомню, когда был Второй рейх, всем фортам присвоили именно известных людей, фортификаторов, дипломатов, известных людей. И вот в фортах, в названиях фортов запечатлели память о деятельности тех или иных деятелей. И вот у нас поэтому есть день рождения, когда форт построили. Есть второй день, когда ему дали имя рода Дюнхов. И это произошло только в 1894 году. Зато у нас больше поводов отмечать и праздновать праздники. Вид сверху. Карту не стала прикладывать. Вот это сделано сверху в прошлом году. И сразу комментарии, что безопасный, что есть парковка, освещен. Все внутренние помещения к лету уже сделаются, все внешние дорожки. Территория обрабатывается, освещена. Экскурсии проходят все время. Два биотуалета во время праздников до 10 ставится, по необходимости. И во время посещения мы показываем самые интересные артефакты, которые сохранились. Потому что, в отличие от очень многих других объектов, у нас ничего не сняли. И все металлические элементы, все кирпичные элементы, построенные во время 140 лет назад, они у нас не просто присутствуют, они у нас еще действуют. И действуют в умелых руках и неумелых руках посетителей. И людям это очень нравится. По поводу питания. Потому что находимся мы в целых 5 километрах от центра города. В выходные дни работает полевая кухня. Любому человеку, который пришел на форт, всегда предоставляется горячий чай, за это платить не надо. И люди удивляются. И так вот глазами ищут, а где тут цена? Бесплатно. Это наша благодарность вам за то, что вы к нам пришли. Некоторые приходят от остановки. Мне очень жаль, что главные действующие лица в нашей истории, мужчины, покинули этот зал, потому что к нам, к сожалению, сегодня не ходит общественный транспорт. Зато это прекрасная возможность турфирмам реализовать турпродукт, включив туда не просто посещение форта, но еще и предоставив свой транспорт. Потому что особый режим посещения у нас существует для групп. По звонку или по электронной почте вы делаете заявку. Вам надо в 6 утра. Потому что в 8.30 ваши люди уезжают. Мы откроем форт в 6 утра. Кто-то говорит, а мне надо в 12 ночи что-нибудь такое с фейерверком и пострелушками. Позвоните. Мы откроем форт в 12 ночи и устроим вам или взятие, или штурм, или какое-то мероприятие, которое ваших туристов наверняка не оставит равнодушными. Можно ли платить по безналу? Да, можно. Касса принимает через терминал. Ну, и напоминаю, что работаем без выходных вообще. Специально разместила разные возрастные... Потому что для кого форт предназначен? Детей от 7 лет рекомендуем и до элегантного возраста. Последняя группа бабушки была 64 года. Для такого контингента посетителей проложен особый маршрут, чтобы они не ходили по лестнице, потому что внутри еще у нас три уровня, лестницы, там чего только нет. Так вот, для людей элегантного возраста проложен маршрут для того, чтобы использовать их возможности и их силу. Почему говорю, что от 7 лет? Потому что детям маленьким неинтересно, а детям взрослым они не только прикасаются к истории, но сами начинают больше интересоваться. Для молодежи очень интересно, для семей, для групп. То есть ограничение могу сказать, что вот маленькие грудные дети и то в этом году уже к сезону мы откроем специальную комнату матери и ребенка, где ребенка можно в теплом помещении переодеть, провести санитарно-гигиеническую его обработку для того, чтобы и маме, и ребенку было комфортно. Помещение построено, запускаем на майские праздники. Ну а теперь, наверное, самое главное, что же мы там показываем? Почему за меньше, чем за год 30 тысяч посетителей без общественного транспорта к нам добрались? Это вот те артефакты, которые можно не только смотреть, рассматривать, изучать, но еще ими пользоваться. Это старинный лифт, в этом году ему только 140 лет, винтовые лестницы, внутренние проходы, более молодое украшение форта, это поворотные бронеколпаки, у нас их несколько, и они единственные в мире на сегодня поворачиваются, и вы во время экскурсии сможете в этом убедиться. Вот за такими необычными приключениями к нам приезжают туристы, но знаем, что дети, наше все, наше будущее, поэтому особое внимание я, разрабатывая программы, уделила детским группам. Привозят школьников, привозят дюцы, привозят какие-то активные родители. Это в первую очередь мы проводим квесты. Квесты проводим по нескольким темам. Во-первых, исторические, потому что когда-то, чтобы взять теперь уже нашу область, в Восточную Пруссию, засылались диверсионные группы. Одна из самых известных разведгруппы «Джек». На самом деле их было 250, и в Парке Победы у нас этот памятник диверсионным группам есть. Так вот, ребята, взрослые, это игра для всех возрастов, предполагает обнаружение закладок, которые сделали разведчики в 1945 году, обнаружив, поднять флаг над фортом, ну, в общем-то, отметить это безобразие. Вторая, с элементами мистики, необычных приключений, это квест в тайных лабиринтах форта Дюнхоф, потому что рассказываем о порохе, как его собирали, как он менялся, потому что этот период упал как раз, когда строился форт, и потом попадаем в тайную лабораторию, узнаем много-много из такого науки и естествознаний, и каждый ребенок что-то открывает, и частичку этих открытий, о каких не скажу, пока не скажу, уносит с собой. Ну и третий квест, который тоже очень полюбился нашим посетителям, это приключения Алисы в стране Дюнхоф. Там может происходить все что угодно. Большой кролик превращается в маленький, дохлая, летучая мышь, оживает, зимой летают бабочки, ну и так далее. Алиса живет на нашем форте практически, и по возрастам. Это и выпускные для 11 классов, и первый класс, и средняя школа, то есть под каждую группу мы корректируем программу. В группе не бывает больше 25 участников, чтобы каждый слышал, каждый знал, когда привозят любимые наши туроператоры, 50 человек, делим пополам, 40 пополам, 30 пополам, привозят 15, 25, играют одной группой. Ну вот Алиса, видите, мне очень нравится российский проект «Живые уроки», и я постаралась вот этот проект уже сейчас осуществлять на форте. У нас такая наука, как естествознание, приветствуется, и уроки по ней для разных возрастов проводятся, краеведение и история. Потому что, только напомню, история Канта и Суворова, скажете, совсем, да, с дуба рухнула. На самом деле Кант Эммануил, тот самый философ, который захоронен и к могиле которого приезжает каждый, кто приезжает в Калининград, Кенигсберг, читал лекции Суворову о фортификации и фейерверках. Наверное, поэтому фейерверки у нас теперь проводятся и фестиваль, по-моему, грандиозный. Это период, когда Александр I посещал и Наполеон, то есть периоды и Семилетней войны, и Первой мировой, и Второй мировой. Вот эти все истории можно и играть, изучать, и мы это делаем на форте прямо сейчас, не дожидаясь, когда у нас попросят, потому что мы очень много работаем со школьниками и думаем, каждый ребенок, придя на форт, потом приведет туда родителей. Думала я когда-то. На самом деле, на сегодня так и происходит. Ну и самые большие мероприятия, которые мы проводим регулярно, в которых очень-очень заинтересованы вас, как в туристах, и заплатив те же деньги, обычные, обычные вообще входные билеты 200 и 100 рублей. 200 – это взрослые, 100 рублей – дети, студенты, пенсионеры. Ну, в общем-то, вот такой у нас проект. Так вот, мы в течение года проводим несколько фестивалей. Это авторские проекты нашей команды, и они проходят в необычном режиме. Стоимость их посещения также 200 и 100 рублей. И вот ближайшие – это 9 апреля, 8 день селедки, а 9 день штурма Кёнигсберга. И мы штурмуем наш форт. Сразу скажу, что до обеда, не удивляйтесь, там немецкая воинская часть, там немецкий госпиталь, немецкий штаб, немецкая музыка, немецкие флаги. А наши окружают форт. И после полудня начинается минометная подготовка, а потом штурм с десантированием через ров, а потом мы оттесняем фашистов и поднимаем красное знамя. И звучат наши марши, работает наша полевая кухня, и форт становится нашим. Так было 72 года назад. И мы все время об этом помним, и все время, не только в день реконструкции но и когда у нас заказывают квесты, повторяем и напоминаем эту историю, чтобы никому ничего не казалось. К сожалению, в этом году почти не будет ветеранов. Вот видите, они в ряду стоят, мне их привозили буквально под белые ручки, и тем не менее, мы все равно несколько человек привезем, у нас будут и действующие армейские подразделения, и реконструкторы, это почти 100 человек, будут участвовать 9 апреля, поэтому, если вдруг у вас сложится, что вы привезете группы 7, 8, 9 апреля, запомните, 8 день селедки, 9 штурм Кёнигсберга. И праздники, о которых очень бы хотелось рассказать поподольше, ну, видимо, и в фильмах немножечко увидите, на форте мы регулярно, раз в месяц, потому что вклиниться в плотный график, вообще мероприятие в Калининграде очень сложно. И тем не менее, мы проводим третий год галереи времен, нам два года, вот третий раз галереи времен, в этом году будет посвящено ремеслам старинным, и все люди участвуют вот в процессе созидания, не разрушения, будем работать с камнем, с деревом, с соломой, с глиной, но еще не скажу с чем. Итак, это 21 мая, когда музейная ночь, только у нас музейный день идет, летний карнавал, и потом в октябре, это только то, что я анонсирую, что может быть интересно вам, для в это же время приехать в группы, это история про Гумилева. Мало кто помнит о том, что Николай Гумилев, да-да, тот наш русский писатель и поэт, был в Восточной Пруссии, это конец октября, и он к нам приезжает собственной персоной, вот в этом году был, и были чтения, и была реконструкция кафе бродячевой собаки из Санкт-Петербурга, то есть у нас и царская армия присутствует, и высшее общество литературное, то есть это все происходит на форте, потому что рядом с фортом все это происходило в 1914 году. в фестивале огня, этнической музыки, это тоже все про форт, потому что территория почти в 7 гектаров, безопасно, освещена, обрабатывается, обустроена для комфортного нахождения людей, и мы позволяем себе проводить такого рода праздники. Мы предлагаем от имени форта два маршрута, которых раньше не было, и их нет в каталогах ни области, ни туроператоров, один из них соединяет пятый и одиннадцатый форт, те самые действующие, две форта, две судьбы, это историко-патриотическая тема с посещением фортов и проездом по сохранившимся фортификационным сооружениям, стоимость, количество, вы все видите. И второй проект называется «Часовые Кёнигсберга». Кёнигсберга почти не осталось, а вот часовые остались, и своим безмолнию рассказывают о той истории, которая вокруг нас. Только надо очень внимательно на нее посмотреть, и тогда все поменяется, станет еще интереснее, еще загадочнее. Вот когда передо мной выступали мужчины, они так вкусно и интересно рассказывали, что я опять хочу в Калининград, потому что там другой воздух, там другой ритм жизни. И через 40 минут после работы я могу оказаться на берегу Балтийского моря. и все, что накопилось за день, отдать с морю и запитаться от него заново. Потому что, напомню, что наше побережье это западный курорт в отличие от восточных. На восточных курортах надо вставать рано, чтобы встретить рассвет, поздороваться с солнцем. А у нас не надо рано вставать. У нас никто не встает. Мы провожаем солнце, напомню, в мае. Это с мая по конец июня это самые длинные вечера. В 23 часа еще светло, начинаются сумерки и начинается радость и покой. И ты понимаешь, зачем ты на этой земле, что вокруг много всего интересного, и каждый день жизнь только начинается. Приезжайте. Мы с вами вместе напишем новые легенды и сказки нашего края. Ирина, скажите, пожалуйста, у нас есть вопрос. Где поблизости от форта группа туристов может пообедать? Бюджетные варианты, если можно. Я бы хотела включить слайд, где координаты, во-первых, тех людей, благодаря которым форт возрождается, обновляется. Эта картинка будет уже в этом году. В прошлом у нас не было много цветов. Было мало в этом году. Много будет цветов. Где можно поесть? Первое. К любой экскурсионной программе вы можете заказать питание. И тогда у нас во дворе стоит полевая кухня, и будет вам счастье. Это гречневая каша с тушенкой. Многие туристические компании именно так и делают. Но это самый простой вариант. Потому что до города ехать в любое кафе минут 15-20. У нас очень близкие расстояния. Мы всегда предлагаем, пожалуйста, воспользуйтесь тем, и мы привезем. К концу экскурсии будет накрыт стол и помещение, где это можно удобно сделать. Вопрос такой. Экскурсию нужно бронировать заранее или можно на месте уже? Экскурсии проводятся каждый день. 11 час, 3-5. Если вас до 10 человек записываться не надо, надо приехать к этому времени. По выходным каждый час. Для групп от 10 человек, это касается моих коллег, надо написать и позвонить заранее. Все координанты указаны, и я согласую с вами не только время прибытия вашей группы, но и количество гидов, которые эту группу встретят, и продолжительность, потому что программ несколько. Какую вы закажете? Просто экскурсию, экскурсию с интерактивом, квест или захотите по стрелушке, мы об этом должны знать заранее. За сколько? За сутки. Суточная готовность у меня для любой программы. До 300 человек. Уважаемые коллеги, есть ли у вас вопросы? Вопросов нет. Ирина, я знаю, что вы приготовили небольшие сувениры, которые разыграете. Да, мы хотели бы проанонсировать, что в конце мероприятия мы разыграем кружку и сувенирную карту, да, насколько я помню? Да, еще кое-что, только для тех, кто слушал. Да, только для тех, кто слушал. Кто не слушал, приезжает на форт, и мы это досконально и подробно рассказываем. Обязательно. Спасибо большое, Ирина. Ну, и еще одним символом региона, безусловно, является янтарь. О том, как изучить все янтарные места всего за два дня путешествия по янтарному пути, расскажет Александр Быченко, директор музея городской жизни. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Александр Быченко, и я являюсь владельцем частного музея-квартиры в Калининграде, который называется «Альтесхаус». Вот там на слайде есть такой стульчик красивый, где по-немецки написано «Альтесхаус». В переводе с немецкого это «старый дом». И я сегодня здесь для того, чтобы рассказать вам о новом туристическом продукте, который будет в Калининградской области в самое ближайшее время запущен. Надеемся, в мае месяце мы это сделаем. Вот. И который связан с янтарным путем, и он так красиво называется, «Янтарный путь от Балтики до Аквилей». Ну, с вашего позволения, сначала я расскажу, кто мы вообще в принципе, как этим пользоваться. Получилось. Три года назад в Калининграде я и моя супруга Наталья открыли небольшой частный музей, который называется, повторюсь, «Альтесхаус». А вот музей городской жизни так называется наша некоммерческая организация, которая является юридическим лицом нашего музея. Что это за музей? Мы реставрировали квартиру в старинном доме, вернули аутентичный интерьер. Дом был построен в 1912 году, под доходный дом, и на первом этаже этого дома по адресу Шрётерштрасса 11 в квартире 1 проживал купец Густав Гроссман, и в этом же доме у него была небольшая лавка, как колониальных товаров. После войны дом сохранился, к счастью, и в нём была устроена коммуналка. Три семьи жили в этой квартире. Люди жили небогато, слава Богу, потому что не было возможности им разрушить то, что было сделано до них. То есть остались аутентичные окна, двери, и когда мы купили эту квартиру, год мы потратили на то, чтобы вернуть её в исходное состояние, бережно подбирали мебель, предметы быта, и вот уже три года мы устраиваем там экскурсии для гостей города, для жителей Калининграда. И с самого первого дня мы решили, что наш музей будет не совсем обычным музеем, у нас все экспонаты можно потрогать. Это такой живой музей, который рассказывает не просто о каком-то там о жизни царей или герцогов, о простых людях, о том, как люди жили на рубеже 19-20 века в Европе. Кстати говоря, не только в Европе далёкой, но и в России жили точно таким же образом. И появилась идея проводить в нашем музее разнообразные мероприятия. Приходили люди, историки, археологи, художники, и читали лекции по истории нашего края, да и не только, по истории искусств. Проводились дегустации, мастер-классы. И в один из дней к нам пришёл замечательный человек, Роман Шаровухов, историк, археолог, популяризатор науки. И он является специалистом по древнейшей истории нашего региона, а именно по пруссам. Обычно историю нашей области принято рассказывать в контексте русской и немецкой истории. Но мы, русские люди, или советские, живём в нашем регионе всего 70 лет. Немцы прожили там 700, что побольше, конечно, но тоже не совсем много. А самые первые хозяина этого региона пруссы несколько тысяч лет. И для того, чтобы узнать настоящую историю Калининградской области, нужно начинать с самой древней его части, с истории пруссов. И появилась такая мысль организовать однодневные туристические поездки по области по неочевидным памятникам истории архитектуры, которые есть в нашей Калининградской области, и которые не вовлечены были в туристический оборот. Эта программа называется у нас «Мир прусского периода». И вот мы уже там два года во главе с Романом Шарауховым ездим по самым интересным местам нашей области. Вот, это вот прекрасный дуб тысячелетний в Людвицк-Орте, а вот это вот кирха. И во время вот этих путешествий постоянно звучала тема янтарного пути. Что такое янтарный путь? Янтарный путь – это важнейший исторический маршрут Европы. И еще в древние времена Калининградская область являлась, вернее, то место, которое теперь называется Калининградской областью, являлось началом янтарного пути, который связывал Восток и Запад. Этот путь, великий торговый путь, его значение равно, скажем, из варяг, в греки, все мы знаем такой торговый путь, или там шелковый путь. Так вот, янтарный путь, он абсолютно такой же по значимости, как и эти известные всем пути. Начало торговли янтарем на территории нашей области приходится на конец каменного века. Тогда люди, которые жили на территории нынешней Калининградской области, могли за янтарь получить такие важные для себя продукты, как соль или кремний. А уже в бронзовом веке, судя по богатым захоронениям в курганах на Самбийском полуострове, уже начали торговать местное знать с Южной Скандинавии и получали за янтарь самые лучшие украшения и орудия из бронзы. Конечно же, расцвет янтарной торговли приходится на время расцвета Римской империи. С первого века до пятого янтарь через территорию всей Европы попадает в порт Аквилея, который находится на Адриатике, который являлся важнейшим портом Рима в том регионе. Именно поэтому наш проект называется «От Балтики до Аквилеи». В эпоху викингов янтарь попадает уже и на территорию Древней Руси, а после завоевания в XIII веке Тевтонским орденом этих земель орден монополизирует добычу янтаря и его реализацию. И все это находит отражение в том туристическом продукте, который мы решили сделать, чтобы показать самые интересные места на территории Калининградской области, связанные с тем самым янтарным путем. Совместно с Романом Шарауховым, повторюсь, вот этим историком, археологом, а также ведущим калининградским археологом Константином Скворцовым, мы написали проект, который подали на соискание грантового конкурса благотворительного фонда Владимира Потанина. И мы выиграли этот конкурс, и в рамках исполнения наших обязательств по этой программе мы должны поставить на территории Калининградской области 10 информационных стендов в самых интересных местах Калининградской области, ландшафтах или исторических достопримечательностей, и 5 гранитных камней. И все это будет объединено в двухдневный туристический маршрут, который делится на две части, на северную и южную. И, конечно же, желательно посетить оба этих маршрута, но можно начать, и лучше всего начать, с северной его части. Я сейчас покажу вам… А, ну да, там заговорился. Вот, собственно говоря, карта маршрута обоих. Это вот Калининградская область. И дальше пойдут слайды, которые демонстрируют, как будут выглядеть те самые информационные стенды. Дизайн их уже разработан, согласован и с фондом, и с министерством по туризму. Да, забыл сказать. Когда, значит, по условиям гранта мы должны закончить этот маршрут, создавать к октябрю месяцу этого года, 17-го, но мы не будем столько тянуть, и уже в мае месяце планируем установить все стенды. И у туристов будет две возможности, как можно будет посетить и увидеть этот маршрут. Во-первых, ну, самым пытливым, есть и такие люди, самостоятельные туристы, они могут получить карту маршрута со всеми пояснениями абсолютно бесплатно либо в информационном центре по туризму Калининградской области, на сайте информационного центра тоже будет размещена эта карта. Кроме всего прочего, зарегистрирован сайт www.amberroad.ru и там тоже будет вся информация. И люди совершенно бесплатно могут скачать эту карту или там в смартфоне ее посмотреть и поехать, взяв машину на прокат, прокатиться самим. Для людей, которые уже привыкли к более комфортному виду отдыха, могут заказать такую экскурсию у ведущих туроператоров Калининградской области, вот в Янтарном крае, в частности, здесь мои коллеги сидят, у нас уже есть договоренности. И точно так же проехаться с комфортом по тем же самым местам, посетить кроме этих мест еще другие места, которые находятся в непосредственной близости от точек маршрута. Первый день нашего путешествия начинается, конечно, в Калининграде, в Кёнигсберге или, как он назывался у брусов, поселение Твангсте. И от стен областного музея Янтаря мы направляемся в сердце Бруссии на полуостров Самби. И первой точкой нашего маршрута будет замок Варгин. Это прусское городище. Вот тоже, ну, казалось бы, странная вещь. В пяти километрах от города находится это городище, и очень мало даже калининградцев знают, что оно там есть. А хотя это, ну, просто потрясающие красоты места, рукотворное озеро, мельничный пруд, и наверху обрывы, и 10-15-метровые рвы и валы. Ну, место с какой-то совершенно бешеной энергетикой. Варгин происходит слово Варгин от слова Варг. Плохой, злой. И очевидно, что там могла, кроме торговли Янтарем, вестись еще и торговля невольниками. Следующий пункт. Мы приезжаем на развал, на руины кирхи, а ранее еще и орденского замка Гермау, который был, в свою очередь, построен Тевтонским орденом на городище Брусском Гермова. И в этом месте с 16 по конец 17 века находился Янтарная палата ордена, то есть сюда стекались весь Янтарь, который добывали на побережье. И здесь же находился наводящий ужас на всех браконьеров. Янтарный суд. Неподалеку от замка на холме существовала виселищная гора, где вешали браконьеров, которые пытались добывать солнечный камень без разрешения государства. Далее наш путь ведет в поселок Янтарный. Раньше он назывался Бальмникин, где действительно находится 90% разведанных запасов Янтаря. И добыча этого камня солнечного в промышленных масштабах началась в конце 19 века. Здесь туристы смогут посетить смотровую площадку Янтарного комбината и посетить сувенирные магазины, которые во множестве находятся в этом поселке. Далее мы едем на южную часть полуострова Самбия и посетим место, которое теперь называется поселок Дружбы, а раньше назывался Танкитон или полуостров Витланд. Это такое каноническое место гибели святого Адальберта Войцеха. Человек, который пришел в 997 году пытаться крестить пруссов, ну и пруссы ему отрубили голову и потом продали его патрону, Болеславу Храброму, на вес золота. Так что неплохую сделку совершили. В этом месте всегда ловили янтарь. И ловили вот именно таким способом, который нарисован здесь, изображен вернее на гравюре, которая есть на слайде. И если туристы приедут в так называемый межсезонье во время наштормов, это потрясающее место на берегу моря, можно даже увидеть, как его и сейчас ловят таким же способом джентльмена удачи. Вот точно так же люди забегают в бушующее море и с очками вычерпивают тину, в которой находится янтарь. Все побережье уставлено машинами, 500-600 машин. Зрелище, конечно, потрясающее и невероятное. И совсем неподалеку находятся руины замка Лахштетт, где была первая янтарная резиденция, в подвалах которого, по свидетельствам орденских хроник, одновременно хранилась до 50 тонн янтаря. На этом первая часть северная нашего маршрута официально заканчивается, но на обратном пути в Калининград туристы еще могут заехать в несколько замечательных мест, туроператорами уже это оговорено. Это поселок Фишхаузен, Приморье, там тоже есть руины Орденского замка. И в поселке Приморье, не Приморск, там есть рыбколхоз за родину, замечательный магазин с рыбными деликатесами, которые можно будет приобрести, чтобы порадовать своих близких по приезду домой. Второй день нашего путешествия тоже начинается в Калининграде, и выезжая в другую сторону, в Южную, по направлению границы с Польшей, мы первым пунктом нашего путешествия будет поселок Прибрежное, где находятся самые старейшие археологические находки в нашем регионе, времен Неолита, и где вот там птички всякие, это были найдены там, заготовки янтарные, то есть люди уже в то время активно обрабатывали, добывали янтарь и торговали. Следующая остановка, замок Бранденбург, или поселок Ушакова, остались руины Форбурга, осталась Форденская кирха, и неподалеку от этого места есть замечательное поле, там раньше было поселок, деревня Покарвис, и в 1261 году прусские войска, под переводительством их вождя Геркуса Мантоса, победили орденских братьев там, и на этом месте сейчас установлен памятный знак. И совсем неподалеку, еще там в пяти километрах, находится старейшее культовое сооружение нашей области, кирха Першкин, ну, тут самое старое здание, которое есть. Далее мы движемся, ой, прошу прощения, дальше мы движемся на еще одно потрясающее городище, которое называется Варникама, которое связано непосредственно с легендарными прусскими вождями, Брутеном и Ведевутом, от которых, кстати говоря, ведут свою родословную некоторые российские дворянские роды, роды или роды, прошу прощения, Сухого Кобылины, Потемкина и даже Романовы. Вот тоже это место, которое на меня произвело самое, наверное, большое впечатление. Я, как человек, живущий и родившийся в Калининграде, до прошлого года не подозревал, что такие сооружения, гигантские земляные пирамиды, находятся в лесах и совершенно не вовлечены в туристический оборот. Надеюсь, что это изменится теперь. Дальше у нас путь лежит в город Мамонова. Раньше он назывался Хайлигенбаль, что называется Священная Секира. И почему так он называется? Есть легенда, что неподалеку от этого города находилось легендарное культовое святилище, священное место для всех прибалтов и даже не только, и скандинавов. Ромова-Рикойте. Это такая верховная резиденция главного жреца, властителя Дум всех пруссов, Кривокриватиса. И там на этом святилище рос огромный дуб, многотысячелетний, у подножья которого всегда горел огонь, и которому приносились кровавые жертвы. И когда епископ местный, самбийский, решил срубить это дерево, он послал туда орденских братьев, но оружие ломалось об этот дуб, не могли ничего с этим сделать. Тогда епископ сам приехал к этому дубу, прочитал молитвы и священным топором срубил этот дуб. Вот поэтому название этого города Халигенбаль. Оно менее доступно, нежели другие городища, но в теплое время года, летом его можно посетить. Городище интересно тем, что его облюбовали теперь так называемые неоязычники. Там существуют какие-то там очаги, они там справляют свои культы. И энергетика там, конечно, абсолютно безумная, вот прям пробирает до костей. Также в Мамонова замечательный музей краеведческий. Есть такой энтузиаст Дмитрий Шилов. Он создал практически с нуля сам этот музей, потрясающий музей, ну просто здорово. Вот мой коллега, друг, и мы тоже посетим обязательно его замечательное место. Ну и дальше янтарный путь идет в сторону Польши, на юг, через всю Европу, до порта Аквилея, который, собственно говоря, существует до сих пор. А мы возвращаемся обратно в Калининград, по пути посетим тот самый дуб в Людвигсорте, тысячелетний, и еще пару интересных мест. На сегодня этот маршрут можно приобрести у нас. Дальше пойдут несколько слайдов. Вот это первый день 140 километров, сложность маршрута легкая и так далее. Ну тут это все можно будет, наверное, скачать в интернете и посмотреть. Вот второй день 100 километров. Здесь мы показываем, сколько это примерно стоит. Я думаю, что финансовый вопрос всегда можно обсудить непосредственно с интересантами. Ну и спасибо вам за внимание. Вот телефоны, вот сайты. Всегда вам рады. Уважаемые коллеги, может быть, есть у вас вопросы к Александру? Есть вопросы у онлайн-аудитории. Расскажите подробнее, как вы работаете все-таки с турагентствами, потому что их интересует комиссионное вознаграждение. Хотя бы возможно ли оно? В каких пределах возможно? Да, там все написано. Значит, если мы говорим о скидке для агентств 10%, это раз. Если мы говорим о посещении музея, что тоже, ну там индивидуальный подход в зависимости от того, насколько постоянно вы работаете, разовые скидки, безусловно, есть, а для постоянных клиентов, для наших партнеров, конечно, они значительно больше. Скажите, пожалуйста, есть ли данный продукт уже у туроператоров? Ну, на сегодня его нет, потому что как можно продавать то, чего знаем только мы, да? И этих счетов еще нет. Мы надеемся, что сейчас все, они будут изготовлены в течение апреля, и в конце апреля мы будем устанавливать эти счеты на местах, согласованных уже с администрациями, в восьми разных муниципалитетах находится. Это оказалось для нас сюрпризом. При согласовании, конечно, мы не думали, что это оказалось самым сложным, на самом деле, делом реализации этого проекта. Ну, слава Богу, это уже позади, мы уже все согласовали. Изготовить это недолго, поставить тоже. Методические материалы для туристических агентств уже сверстаны, и я думаю, в самое ближайшее время, а это вот именно после установки этих счетов, все будет у туроператоров. Что касается групповых переездов, возможно ли присоединение группе, или нужна готовая группа, чтобы поехать по этому маршруту? Сегодня нужна только готовая группа, но тут смотрите, если внимательно посмотреть на этот слайд, группа может быть от одного человека, но тут просто стоимость будет немножко высокая, но мы готовы повезти одного туриста по этому маршруту, нет проблем. От одного до четырех человек это будет осуществляться на легковом автомобиле, если от пяти до семнадцати человек, это комфортабельный микроавтобус, Mercedes Sprinter, если группы больше, от восемнадцати до сорока, четырех человек, это уже туристические автобусы, тоже достаточно хорошие, современные. Можно, пожалуйста, еще повторить? Коллеги спрашивают про длительность переезда, может быть, по отрезкам. Значит, первый маршрут, оба маршрута рассчитаны на семь часов. Во время путешествия предусмотрены обеды. В первой части это будет происходить в арт-деревне Витланд, которая находится на побережье Балтийского моря, в том самом месте, где погиб святой Атальберт, где находится крест, посвященный его памяти. И там есть прекрасное кафе на самом берегу моря, и вот этот арт-деревня Витланд, это наш проект, партнеры нашего проекта. На второй день тоже предусмотрен обед, и это на самом деле мест, где можно хорошо поесть у нас в области множества, пока мы еще не определили, где вы на втором маршруте это будет. Но, скорее всего, в городе Мамоново там есть два замечательных общепитовских заведения, в которые мы планируем Кроме этого, мы всегда наших гостей угощаем, мы это называем пикник на обочине. Для 18 плюс гостей у нас предусмотрены специальные такие напитки, которые делают путешествия скоротечным и приятным. Про экскурсионное обслуживание. Скажите, экскурсовод сопровождает на протяжении всего маршрута или работают на местах с туристами только? С экскурсоводами в наших путешествиях у нас работают не профессиональные гиды, а люди, которые... Ну, в общем, это археологи, историки в основном. Этим мы отличаемся от обычных туроператоров, ну, потому что имеем вот такую возможность сотрудничать с людьми, которые непосредственно в теме находятся. Ну, и последний вопрос, который касается непосредственно янтаря. Подскажите, как правильно туристам выбрать янтарь? Правильно выбрать янтарь можно только одним способом. Покупайте его у проверенных продавцов, потому что на сегодня подделки из янтаря достигли такой степени сходности с оригиналом, что уже даже профессионалы не могут отличить поддельный янтарь от натурального. А цена янтаря... Ну, все это происходит исключительно из-за того, что последние несколько лет в связи с ростом благосостояния в Китайской Народной Республике, а там янтарь является культовым продуктом, соответственно, цена на янтарь выросла просто, ну, катастрофно, колоссально. Некоторые фракции янтаря, кусков, они стоят дороже, чем за грамм, чем золото. Поэтому понятно, что и подделок много, и недоброкачественных продавцов мы возим к порядочным людям, и там можно купить настоящее изделие. Да, я вижу, что у коллег есть вопросы в зале. Пожалуйста, микрофон можно? Большое спасибо за лекцию. Вот хотелось бы узнать, а где же находится сама вот эта аквилея? Она в Калининградской области? Нет, аквилея находится на Дриатике. Это порт недалеко от Венеции, он до сих пор существует. Да, отлично. И вот это, сколько занимает это само путешествие по дням? Ну, мы в аквилею не везем. Я подчеркну, что мы только возим по тем точкам, связанных с янтарным путем, которые находятся на территории Калининградской области. Понятно. Хорошо, спасибо большое. Опять журнал «Драгоценности и путешествия». Хотела спросить. Да, да, я прошу прощения. На территории есть еще тоже проекты, такие связанные с восстановлением вот этих прусских каких-то традиций. Например, в Куликово ремесленные деревни, где могут люди, которые путешествуют, поработать с янтарем, там какие-то ванны у них там есть делать мази. Сергей Петров этим занимается. Да, да. То есть вот у них тоже называется это «Самби», насколько я знаю, да, деревня. И это включается тоже как-то в программу, потому что у них так интерактивно получается, не только посмотреть. У нас в программу нет. Не включается. Нет, не включается. Ну, я считаю, что и так сам продукт достаточно наполненный. Это вот вы находитесь практически целый день и нон-стоп вы видите какие-то вещи как простому человеку и даже жителю Калининградской области увидеть не так просто. Это могут... Вот есть такие памятники, которые просто неочевидны, да. Если, скажем, вы приезжаете в Калининград и, ну, вот музей янтаря посетить, это очевидно. Это нетрудно, это каждый может сделать, и это здорово. Точно так же вы можете посетить Кафедральный собор или Музей Мирового океана. А вот городище Воронякам вы не сможете посетить сами никогда. Ну, конечно, если самые пытливые, я говорю, вот есть же такие люди, которые найдут там, ну, что угодно, в условиях. Ну, большинство людей, они не таковы. Все-таки люди достаточно любят, чтобы за ними ухаживали. Это здорово, а мы это умеем. Нет вопросов больше? Александр, спасибо большое вам. Вам большое спасибо. Да, кстати, я забыл сказать, что вот кто внимательно слушал нашу, мою презентацию, в конце вот всего мероприятия, я задам вопрос, связанный с тем, что я рассказывал, и счастливчик, кто первый ответит, получит сертификат на двух человек с открытой датой на посещение нашего музея Эльтисхаус. Поверьте мне, это тоже захватывающее мероприятие. Спасибо, Александр. Ну, я приглашаю с трибуну Татьяну Лисиченко, директора-туроператора Янтарный край. Татьяна расскажет о фестивале эпохи викингов, про отдых в настоящей средневековой деревне, а также о медиалагере для детей и подростков. Коллеги, пожалуйста, помогите нам с презентацией. Минуточку. Отлично. Пока презентация загружается. Я хочу... Добрый день, уважаемые коллеги. Я хочу поблагодарить моих коллег по цеху калининградскому, которые до меня выступали, очень много рассказали интересного. Даже что-то я сама не знала. Я хочу лишь добавить, что если сегодня... Ну, я думаю, что многие были в Калининграде или слышали о Калининграде. Все знают, что в Калининграде нужно посмотреть три города. Калининград, Янтарный и Национальная парк Курская коса. Это тот, наверное, то устойчивое мнение, которое сегодня бытует. К сожалению, не все даже хорошо в этих городах разбираются, те, с кем мы работаем и много лет работаем, кто продает Калининград. Но, помимо всего прочего, у нас появились действительно новые замечательные объекты. Сегодня провести три дня в Калининградской области совершенно недостаточно. Есть новые музеи. И зачастую, наверное, все мы приезжаем куда-то, путешествуем, отдыхаем, и хочется посмотреть, как все-таки выглядит жилье или жилищ, квартира местного населения. Ну, мы все отойдем от Икеи, хотя сам Александр говорил, что квартира это Икея начала 20 века. Но это очень крутая Икея, я вас уверяю. Любое мероприятие может проходить в их стенах. и экскурсии, которые туда водят, они могут быть частью экскурсии, могут быть самостоятельно. Туристы могут самостоятельно находить этот объект, посещать. Это того стоит. Ну, и Форт 11, конечно, три, да, ну, три года мы уже плодотворно работаем. Два? А, Форт два года. Мне кажется, три, два года мы плодотворно работаем. И в прошлом году у нас был рекламник, он длился четыре дня. Ну, все было красиво, естественно, это же рекламный тур. И почему-то Форт оказался на последний, да, в последний день. Ну, там, 25 человек, я вам хочу сказать, профессионалов Трундустрии России, вполне себе серьезные и приличные люди, которые за предыдущие три дня, ну, там, чай, кофе пили. В общем, вели себя вполне прилично. Когда все оказались на форте, пошел сумасшедший ливень, мы плага подготовились, у нас были оранжевые такие дождевики, ну, одинаковые, да, и штанишки. Все нарядились, и у нас должен был быть курс молодого бойца. Ну, все как-то там скажут, что у нас будет военно-полевая кухня, фронтовые 50, никто не отреагировал утром на это положительно, но до сих пор, уже прошел год, люди вспоминают, что это было самое яркое впечатление от Калининградской области, именно пребывание на территории форта номер 11. В одинаковых жилетах, под дождем, с автоматами, с палатками, да, с палатками, с фронтовыми 50, это было самое яркое впечатление. Ну, наши презентации. Я немножечко, наверное, про себя, про меня кто-то знает, уже кто не знает, мы треоператоры по приему с 2012 года, достаточно много и плотно работаем, особенно в сегменте сборных экскурсионных туров. В прошлом году мы стали, позапрошлом году мы стали с организаторами фестиваля исторической реконструкции раннего средневековья Кауп, имеем большие блоки, обслуживаем много туристов, но в сегменте сборных экскурсионных туров. Так вот, например, за январские каникулы 2016 года мы приняли где-то порядка 4 тысяч человек, это все те, кто способен приехать, добраться до нас самостоятельно и присоединиться к нашим группам. Работаем мы сегменте B2B. С физическими лицами мы как бы не очень хотим работать, мы создаем все условия для того, чтобы наши агенты работали комфортно со своими туристами. Так вот, Международный фестиваль исторической реконструкции Кауп. Два года назад, когда первый раз мы приняли участие, у нас не было площадки, это было в чистом поле, под Пионерском. Фестиваль, конечно, состоялся, но требовало неимоверных усилий физических. И в прошлом, в 2015 году мы сразу задумывались о том, что у фестиваля должен появиться в свой дом. Он, слава Богу, появился. И в прошлом году у нас посетило 8 тысяч уникальных посетителей, которые реально приехали на этот фестиваль. Мы были в чистом лесу, у нас не было достаточного количества рекламы, потому что фестиваль коммерческий, и проходят исключительно наши собственные средства. Деревня построена, сегодня она функционирует, и готова принимать туристов в любое время. Мы уже опробовали зимние варианты, есть специальные развлекательные программы. Часто туристы, приезжая на территорию Калининградской области, просят какого-то регионального фольклора, такого питейно-развлекательного. К сожалению, наверное, нам сложно его дать, потому что мы точно немецкая часть, скажем так, мы точно не можем дать немецкий фольклор, и русский, конечно, он на территории Калининградской области выглядит весьма странно. Мы взяли себе тему викингов. Раннее средневековье, сегодня там есть интерактивные точки, есть мастерские, люди с большим удовольствием занимаются с гончаром, смотрят кузню, происходит, проходит строевая подготовка, огненное шоу, хороводы, танцы, бои на мешках, все это заканчивается в корчме с факелами, с ужином с викингами, блюда можно сделать аутентичные раннего средневековья, но, как правило, туристы больше соглашаются на общепринятую, скажем так. Средняя программа сегодня длится где-то 3-4 часа, и вот с 1 мая мы запускаем эту программу, она будет работать на каждую субботу точно. Любой человек, 1, 2, 3, 4 или 40 группы может присоединиться к тому мероприятию, которое будет проходить. Такой мини-фест, скажем, да. Ну и сам фестиваль, он будет в этом году, будет еще более развернутый, еще лучше. Я думаю, что мы примем еще больше человек, потому что более продумаем, скажем так, логистику. есть у нас пакетные туры, связанные с фестивалями. Я, с вашего позволения, уже вот это не буду рассказывать, да, я думаю, что очень хорошо рассказали передо мной. Я знаю, что сегодня существует много споров о событийном туризме, насколько он интересен непосредственно для туристических компаний, насколько можно это использовать. я могу сказать, что у меня, как у организатора фестиваля и как у туроператора, мнение такое, его использовать нужно, но смотря как. Делать из этого отдельное направление, связанное именно с событийным туризмом, я думаю, что не стоит, потому что, когда мы говорим с вами о том, что можно сделать отдельный продукт для организованной группы и это будет стоить для них дороже, соответственно, турист, он покупает просто обыкновенный билет на фестиваль. Мы предлагаем туристам посещение этих мероприятий в рамках основных экскурсионных программ, ну, естественно, учитывая там специфику тех или иных туристов, те, кто интересуются ранним средневековьем, те, кто интересуются викингами. Мы делаем немножко нестандартную программу, во-первых, мы берем экскурсию по Калининграду, которая связана с фортификацией, она называется у нас город-крепость, про нее вы уже слышали, на второй день мы даем сплав на Байдарках, у нас есть еще замечательный район, Полесский, Полесский, Славский район, где находится 560 километров каналов, то есть помимо того, что у нас есть море, у нас есть два залива, есть еще и каналы, они рукотворные. Сегодня не все они судоходные, но на Байдарках там пройти можно. И красота мест действительно поражает. И на третий день мы даем людям самостоятельную экскурсию и самостоятельное посещение этой фестивальной площадки. В прошлом году у нас были группы, их, правда, было немного, там было две группы, по-моему, человек по 10, которые захотели самостоятельно приехать и погрузиться в эпоху раннего Средневековья. Мы такой прям аутентичный продукт, конечно, дать не могли, но у нас на фестивальной площадке работал палаточный городок, у них были, они жили в палатках, удобственные фестивали все есть, потому что там есть постой, долгосрочные сотрудники живут, естественно. Они жили в палатках и все три дня они жили вот в деревне фактически, постоянно, бесконечно участвовали в каких-то мастер-классах, тусовка, где-то начинается часов с 10 утра и заканчивается в час ночи. Им очень понравилось. В этом году мы хотим немножечко усилить для тех, кто хочет прямо в настоящую ощутить, скажем так, средневековье, сделать программу с погружением. Если они жили раньше на территории палаточного городка, то мы хотим сделать проживание прямо в самой деревне викингов. Ну, опять же, кто такие викинги? В прошлом году в нашем фестивале приняло участие порядка 130 человек. Это международный фестиваль. Были участники из России, Литвы, Польши, Латвии. Ребята готовятся к этому фестивалью, есть определенный отбор, но, честно могу сказать, телефонами на территории средневековой деревья викинги не пользуются. Продукты они не покупают в упаковках. То, что они привозят, свое выгружают, перегружают в определенную емкость и пользуются только тем, что есть на территории фестиваля. Девочки не красятся. В прошлом году даже вышел такой ролик, ему был показан на Первом канале, когда сказали, что мужчины-викинги не носят нижнего беля, это действительно так. Это люди специально приезжают насладиться той эпохи, им это нравится. Разные по уровню, это не только студенты, я могу сказать сразу. Есть аналогичный фестиваль, который проходит в Польше, на Волине, он имеет более широкую аудиторию. Я надеюсь, что мы когда-то тоже доберемся и до них. По составу я имею в виду. Поэтому вот все события, которые были и которые есть на территории Калининградской области, безусловно, нужно использовать, но как элемент одной из программ. Я уже говорила, что основные экскурсии, которые действительно стоит показать туристам, это Калининград, Курская коса и Янтарна, если мы говорим про минимальный пакет. Если же мы говорим про более расширенный вариант, сегодня у Калининграда, слава богу, появился возвратный турист. Это тот человек, который говорит, ну как бы я все видел, покажите мне что-нибудь еще. В прошлом году мы задались этим вопросом и поставили кольцевые маршруты, сборные туры на восток области. Сегодня я считаю, что увидеть настоящую восточную прусть и настоящие европейские города можно как раз-таки в малых городах региона. Гусев, Черняховск, Советск, Неман. То, что действительно заставляет людей понять, что они не находятся в России, да, простите меня, пожалуйста, но совершенно другая картинка. Может быть, есть какие-то шероховатости, есть не такое восприятие, наверное, как европейских городов, хотя я вас уверяю, я достаточно хорошо знаю Европу, если мы не будем брать центральные города Европы, а в маленькие поедем, там тоже есть к чему придраться. Так вот, восток области начал пользоваться большой популярностью. Сегодня идут, ну, по моему мнению, вполне себе нормальные работы, связанные с реконструкцией городов. Допустим, город Гвардейск, который вы сегодня видите на фотографии, экскурсия называется «На перекрестке веков», это экскурсия об истории хритеризации земель в Восточной Пруссии, «Рыцарем Тевтонского ордена». Такая сложная тема, но одна из самых, наверное, толерантных земель России – это Калининградская область. Дело в том, что первый православный приход к Калининградской области появился в 1984 году. В 1946-м мы стали Калининградской областью и до 1984-го мы верили в Туйково-Славу КПСС. Соответственно, сегодня мы, калининградцы, привыкшие абсолютно ходить в католические, бывшие католические костёры, костёры, которые называются храмами, церквями, да, и в выходные дни там молиться. Люди, кто приезжает из Большой России, они не понимают, почему так, почему в красных готических стенах со стрельчатыми сводами находится православный иконостас, и для них это экзотика. И эту экзотику мы во время этих экскурсий показываем. Плюс мои коллеги уже говорили, что замков как таковых у нас, к сожалению, сегодня как музейные объекты, скажем так, которые функционируют, не осталось. Но у нас есть руинированные замки, которые действительно интересно посмотреть, потому что это замки 12-13-14 веков, но и руинированные. Есть два замка, которые сохранились, но опять же, это не музейные объекты, один замок. Топиау, вы увидите на фотографии, сегодня здесь находится тюрьма. Кстати, мы ничего не испортили, тюрьма там находится с 18 века, поэтому мы всего лишь традиции переняли. А вот есть еще один замок, Вальдау, он такой больше светский, герцогский на сегодняшний день, выглядит внешне. Там находится экспозиция, которую сделал один художник самостоятельно, но это не музейная экспозиция, это выставка, скажем так, художника, которая посвящена рыцарям эпохи Тевтонского ордена. Поэтому, если туристы хотят замков, прям замков, это как бы не в Калининград, а вот руинированных замков и красивых картинок рядом с замками, это к нам. Город Черняховск и город Гусев сегодня, ну, наверное, набирают просто необыкновенную популярность. Дело в том, что единственная территория Российской Федерации, где приходили действия Первой мировой войны, это Гусев. Бывший гумбинин. Сегодня, опять же, связан с событий на жизнь, да, там ведется в августе, по-моему, в этом году 27 августа, каждый год проводят реконструкцию гумбининского прорыва. Масштабное мероприятие поддерживается Федеральным министерством по культуре, естественно, нашими властями. Очень красиво, очень достойно, и сама я неоднократно там была. Помимо того, что есть сама реконструкция, работают точки, военно-полевой госпиталь эпохи Первой мировой войны, ходят реконструкторы, выставка боевых орудий, танки, мотоциклы, все что угодно, и все это можно трогать. Это живой музей под открытым небом, фактически. В прошлом году, я знаю, что ребят безвозмездно катали по полю на танке, и могу сказать честно, что очередь из ребят, из детей была безумная абсолютно. Город Гусев сегодня реконструирован. У нас там появился памятник Шемякина, памяти жертвам Первой мировой войны. Центральные улицы, на первой фотографии видно, ну, скажем так, носит такой парадный вид, да, туристы, приезжающие туда, всегда чувствуют, что они действительно оказались в таком европейском городе. Это узкие улочки, красивые дома, плюс ко всему, здесь есть сегодня музей удивительный, у которого интерактивные экспозиции. Пожалуй, наверное, это один из лучших музеев области, и рядом по соседству с городом Гусев в 30 километрах располагается город Черняховск. Сегодня принято Черняховск называть городом конных традиций, потому что самую известную тракенинскую породу заводят именно здесь, Черняховск. Здесь у нас конезавод Георгенбург, мы посещаем его во время наших экскурсий. Еще есть рядышком замок Георгенбург, который тоже у нас руйнированный, и тут же в Черняховске есть замок Инстербург. И одна и вторая площадка, я уже говорила, что не руйнированно и на одной, и на второй площадке можно делать интерактивные программы. Это могут быть всевозможные выступления, огненные шоу и так далее. То есть сами дворы замков сегодня используются как площадки для проведения каких-то развлекательных моментов. Простите. И еще один интересный район город Советский, город Неман. Ну, я думаю, что, опять же, немногие туристы видели, как посреди города, посреди моста находится государственная граница. Андрей Викторович рассказывал, как там бедного парня фотографировали, вернее, он фотографировался и его поймали. Сегодня, мне кажется, эта фотография есть у каждого туриста. Мы даже знаем, наверное, ту точку, ее можно краской нанести, откуда туристы фотографируются, когда действительно видно и Литву, и Россию. Причем часто задают вопросы, вот люди там ходят по мосту, как они вообще там ходят? Ну, вот у нас есть пешеходный переход, пешеходный проход, скажем так, через границу, и люди действительно могут пешком путешествовать из Евросоюза в Россию. Даже один дом, который долго не могли поделить, он находился на нейтральной территории, людей оттуда выпускали через отдельный вход и отдельный выход, они с паспортами заграничными там жили, но ходили, допустим, дети из Литвы там учиться в Россию, это нормально. Я сама родилась и выросла так до 9 лет, когда я жила в Литве, а ходила учиться в Россию. Для нас это, опять же, норма. Сегодня, помимо всего прочего, он, опять же, этот город, центральные улицы города реконструированы. Этот город интересен тем, что действительно здесь был подписан знаменитый Тильзийский мир, действительно здесь появился настоящий Тильзийский сыр и даже сегодня в Немане есть сыроварня, которая возрождает эти традиции и проводит мастер-классы для туристов. Специально подготовились, не так, чтобы, знаете, на коленях, они специально подготовились, они купили огромный медный чан, установили это в центре зала, у них есть отдельный зал, который делает эти мастер-классы для туристов по сыроварению. Возвращаясь к нашим турам, вот так выглядит наш тур, «Большое путешествие по Интарному краю» называется, естественно, содержит элементы экскурсии основных наших направлений, это центральная часть региона, ну и плюс, конечно, выезд на восток. Сразу хочу обратить внимание, в связи с тем, что тур кольцевой, естественно, живем мы не только в Калининграде, но размещаемся и в гостиницах на Востоке. Сегодня их немного, но те, кто есть, способны предложить действительно качественные услуги, соответствующие всем стандартам. Если там 2-3 звезды гостиницы, это удобство в номере, приличные завтраки на шведском столе, сложности с этими объектами, как показывает мой жизненный опыт, как правило, меньше, чем со всеми остальными. И, опять же, говоря о Востоке области, в этом году мы запускаем новый проект в Немане, под Неманом, есть замечательный лагерь, он называется «Спутник». Наш проект называется «Медиалагерь в Калининграде». Этот проект уже успешно существовал и функционировал, но он проходил в Греции, в Болгарии. Мы его перенесли на территорию Калининградской области. Задача лагеря – это лагерь функционирует, то есть есть в лагере часть детей, которые живут по оздоровительным путевкам по 21 дню, так они и живут. Сегодня в этом лагере есть два новых корпуса. Один из этих корпусов мы забрали для себя, для своего лагеря, поэтому дети наши будут жить в двух-трех местных номерах со всеми удобствами. Есть потрясающий бассейн в центре, это сосновый бор, 4 гектара, и, опять же, стоит лагерь, река шириной метров там 20-25, и сразу же уже границы Литвы. Телефон, могу сказать честно, ловит периодически литовскую сетку. Но в этой лагере будет особая программа. Более того, в связи с новым законодательством она уже разработана и даже имеет лицензию образовательную для того, чтобы ее можно было использовать. мы будем готовить детей, так называемых медийщиков. Дети по руководствам специалистов будут снимать кино. Продюсеры, журналисты, продюсеры, кинорежиссеры, актеры, в зависимости от того, какой профиль ребенок хочет освоить. Им выдаются, у них есть бюджеты, они их получают, для них, им помогают организовывать съемку, но фактически все они снимают самостоятельно. Некоторые из тех фильмов, которые были уже этими проектами сняты раньше, участвовали в даже нескольких конкурсах. Мы в этом году еще пока только ведем переговоры где, но я думаю, что тоже у нас будет возможность показать эти фильмы большой целевой аудитории. Группы маленькие, по 20-25 человек. Почему выбрали площадку Калининградской области? Во-первых, конечно, антураж. И когда к нам приезжали мои партнеры, совместно с которыми я делала этот проект, они сказали, что снимать здесь существенно интереснее, чем мы снимали в Болгарии. Они жили в Болгарии, это пляж, отель, еще есть природа. У вас очень много как раз-таки той картинки, которая должна быть в кадре, которая позволяет детям сделать ее более интересной. Есть уже сформированные заезды, смены, группы сборные. Вожатые работают из Москвы, они собирают группу здесь и везут к нам ее в Калининград. У меня на этом все. Спасибо вам за внимание. Если есть вопросы, я буду рада ответить. Дорогие коллеги, есть ли у вас вопросы в зале? Да, пожалуйста. Минуточку, пожалуйста, микрофон сейчас вам принесут. Подождите. Кто в Москве собирает эти группы и нужно обязательно в детский лагерь? Пожалуйста, говорите в микрофон, у нас онлайн-трансляция есть. Есть ли у вас партнер, который собирает эти группы в детский лагерь? Коллеги, у нас что-то с микрофоном, пожалуйста, можно дойти? У нас есть сотрудники, но в любом случае продажи ведутся все через нашу компанию. То есть вы подаете заявку к нам, и у нас свои сотрудники здесь, которые будут собирать вожатые наши гентарного края, те, которые к Ленинграду приписаны. Еще есть вопрос, да? Минуточку сейчас. Где? На второй ряд здесь. Смотрите. Цветкова Галина Валентину, простите, пожалуйста, у меня заберет грамотность, переведите слово Кауп. Отчего же? Кауп так называлось последнее поселение викингов, которое располагалось как раз таки на территории современной Калининградской области, между Зеленоградском и Национальным парком Курская коса. Так называлось само поселение. Изначально сам фестиваль организовывался именно на этой площадке. В связи с тем, что фестиваль рос и много-много других обстоятельств, просто сам фестиваль перенесся на другую площадку. Но это всего лишь название постоя. У нас есть вопросы от онлайн-аудитории. Я их сейчас засчитаю. В целом, про вашу компанию вопрос. Какие крупные российские туроператоры продают ваш продукт? Его можно купить. Сегодня мы являемся принимающейся стороной Алиана, Корола, Туи, магазина путешествий, Орфей. У нас достаточно большая агентская сетка. Я думаю, основных я назвала. Простите, если кого-то забыла. По поводу фестиваля, по поводу этого продукта, подскажите, туристы, это только зрители, или они могут поучаствовать в действии? Нет. У нас, кстати, как раз-таки совершенно иной фестиваль. У нас обычно на фестиваль люди ходят посмотреть, у нас на фестиваль люди ходят поработать. Вот то, что я слышала в прошлом году даже от фестиваля, конечно, особенно интересно тем, кто едет с детьми. Фактически, когда есть деревня, которая работает на постоянных мастер-классах, то есть в течение дня все наши реконструкторы делятся на две части, ремесленники и воины. Воины у нас, как правило, отдыхают, а вот ремесленники работают, у них есть обязательства. Ну, как и в раннем средневековье есть определенные законодательства, да, они обязаны их исполнять. Так вот, они работают. Все, что угодно. Гончарка, ткацкое ремесло, они, сейчас скажу, есть стрельба из лука, есть возможность молоть муку, шьют, делают руны и так далее, и тому подобное. ведь ремесленники, они для внешних, скажем так, для туристов, они находятся всего лишь три дня на площадке, они неделю там живут и готовятся для того, чтобы они могли себя кормить, поить, одевать и обхватить. Помимо всего прочего, я еще могу рассказать такую небольшую тайну, это отдельная структура бизнеса и очень неплохого, когда они приезжают на такие фесты, сами участники, реконструкторы, костюм участника раннего, скажем, костюм реконструктора, да, раннего средневековья в среднем обходится порядка 25 тысяч рублей. Они их шьют во время фестиваля и тут же продают, и находят даже кому продавать, поэтому, а люди, те, кто приходят посетить или, скажем так, на безвозмездной основе помогают реконструкторам. По поводу билетов на фестиваль, скажите, могут ли турагентства купить их отдельно для своих туристов или же только в турпакете? Нет, почему же могут? Я говорила, да, что мы сегодня предлагаем продукт, который состоит из транспорта и билета, то есть фактически отдельного продукта нет. Там можно, нужно просто, если хотят групповой билет, отправить заявку, если хотят, можно его, конечно, приобрести и на месте. Но лучше все-таки, учитывая, вот, допустим, опыт прошлогодний, знаете, бывает такое, что вдруг резко все приехали, вот резко приехало на площадку, там, 3000 человек. Лучше, конечно, когда дозировано, для того, чтобы у нас не было некоторых потом сложностей, там, перемещениях в площадке, лучше дозировано, мы порекомендовали бы, в какое время лучше приехать. Спасибо. И по поводу медиалагеря, так как это лагерь с определенной тематикой, будут ли отбирать детей, или может любой ребенок туда приехать? Ну, все справки, необходимые для, скажем так, зачисления в лагерь, указанные ГОСТами, предоставить обязательно. Все остальное, но если у ребенка есть желание, я думаю, мы с этим что-то сможем сделать. Коллеги, есть ли еще вопросы? А, да, простите, самое сладкое не сказала. У нас, опять же, для участников, кто останется до конца, запланирован приз, подарочный сертификат на тур «Три дня, две ночи» в Калининград, который называется «Знакомство с санитарным краем», участие в сборной группе. В конце я задам вопросы. Спасибо за внимание. Вам спасибо. Дорогие коллеги, хотелось бы зачитать несколько отзывов от наших онлайн-слушателей, которые сейчас из разных регионов России и даже страны СНГ смотрят нас. Секундочку. Светлана Накказненко пишет, что сегодня очень хорошо подготовлены профессиональные выступления людей, любящих и знающих свое дело. Большое всем спасибо за такой информативный вебинар. Спасибо большое спикерам. Также Екатерина Пастушенко пишет, спикеры безумно интересно рассказывают о своих продуктах и городе. Захотелось в очередной раз поехать и увидеть все своими глазами. Спасибо им огромное. Ну и еще один зачитаю. Вебинар отличный. Каждый спикер предоставляет отличную информацию и заражает своей любовью к Калининграду. Такая у нас была пауза. перед следующими выступлениями я приглашаю к трибуне пожалуйста Михаила Друтмана, директора туроператора Балтма Турс. Михаил расскажет про майс возможности Калининградской области и сопредельных территорий. Раз, наверное какую-то презентацию нужно поставить мою. Добрый день дорогие коллеги. Да, секундочку. Мы очень извиняемся у нас сегодня была прибалтийская погода утром. Сильнейший туман мы немножко позже вылетели так на 4 часа. Но это Прибалтика это Калининград. Там все непредсказуемо начиная от шума моря и кончая чудесным вашим настроением которые туда приезжают. Итак, я буду постараюсь быть краток потому что я так понимаю вы уже 3 часа слушаете об этих чудесах потому что понимаете чудеса конечно потому что мы живем в чудесном городе. Если мы посмотрим на карту мира и попробуем вскрыть наши извините черепные коробки то мы аналога не найдем. нету в мире города который повторил бы судьбу Кенисберга Калининград. Это печаль радость это роскошь и былая в архитектуре и современное в очаровании города людей которые ждут вас на нашей земле. Итак я два слова скажу я к сожалению не знаю о чем говорили ну во первых великие у нас сегодня очень приятное событие хочу поблагодарить конечно правительство за это мероприятие потому что оно великое в плане еще я не помню за свою 20-летнюю жизнь в компании Балтмо Турс и 36-летнюю в туризме чтобы в общем-то губернатор делал приветственное слово чтобы у нас были звезды мне очень жалко что я опоздал потому что мне хотелось очень выступить за Женей потому что это мой ближайший друг у меня даже супруга крест на его детей знаете вот эпохально я может быть остановлюсь я думаю что он очень эмоционально должен был говорить хорошо и красиво я принимал этого человека 18 лет назад в городе Калининграде познакомился в нашем старом баре Гаванна совершенно вот за кружкой так сказать пива или чего там другого и вот эти 18 лет любовь к городу творчеству и вообще непредсказуемость его желания превозвращаться отдыхать ходить по барам ощущать эту жизнь нашего пусть провинциального но любимого нами города она восхищает в том числе итак два слова о том на чем мы концентрируемся сегодня Балтматурс образован в 1991 году 4 департамента в компании образовывались мы как инкаминг оператор на немецкий рынок вообще Калининграду вы знаете очень повезло во всех отношениях к калининградскому турбизнесу я все время ну в том числе себя и коллег ставлю в пример никому так не повезло что вдруг вот этих котят которые пытались в 1991 году заняться туризмом так в этот океан бросили и сразу же крупнейшие немецкие операторы и те кто в 1991 году начинал оперейшн на тот рынок необычный ну реально везучие люди потому что они учились на очень красиво и один наш из департаментов который занимается иностранным приемом до сих пор в общем-то ту репрезентейшн ДР студиозос кто знает в общем-то немецкий рынок отправки туристов по всему миру знает эти великие имена и в общем-то мы гордимся этими партнерами и говорим о том и делаем то чтобы они все-таки к нам приезжали потому что не все у нас просто у нас мы же все-таки границы у нас визы у нас иногда очереди но все равно люди которые ездят сюда из года в год возвращаются в город Калининград три можно как это туда право налево о географии не буду говорить все прекрасно знают о том что мы с 1991 года тоже сказал несколько департаментов один из главных попытаюсь сказать короче и о том о чем не говорилось сегодня мы позиционируем себя в области майс в области того что связано с деловой структурой путешествий с теми вещами которые таким любимым нашим термином главных слов буквы аббревиатуры характеризуются это митинг инсентив конференции эвент это четыре составляющие основываются на вот все время так сравниваю как земля у нас стоит на трех китах так и в общем-то калининградский продукт это без сомнения уникальная семивековая история о которой я думаю что много уже говорились вот это то что зародилось в 1255 году и было принесено крестоносцами далее неслось от герцуса королевства республики к одному из процветающихся и самых красивых городов о западной Европе столице восточной Пруссии и к тому что исторически произошло во времена военных действий второй мировой войны советским нашим прошлом и том что несет сегодня Калининград что несет себе самый западный российский город вот этот микс без сомнения того прошлого и настоящего делает Калининград очень возвратным городом куда люди стремятся на территорию России он без сомнения отличен от всего другого вот эта история наше географическое положение мы же все-таки спекулируем в своем прошлом без сомнения особенно продавая мы многие годы продаем родину и без сомнения имеем в этом успех потому что есть изюминка есть что-то неповторимое есть черепичные крыши есть брусчатка есть все то что мы многие годы разрушали но именно благодаря этому Калининград очень притягателен он интересен но без сомнения наша культура я буду листать я понимаю что вы тут довольно-таки долго и немножечко тяжело воспринимать уже довольно-таки плотную большую информацию плюс наше конечно же взморья вот эти три составляющие и главный залог успеха почему люди хотят приехать в город Калининград у нас довольно-таки приличная инфраструктура для проведения мероприятий конференций и всевозможного инцентивного продукта это качественная инструктура отелей не случайно сейчас Калининград в каких-то там рейтингах хотя немножко все это преувеличено без сомнения вот эти там топовые вещи говорят что это лучшие отели мира там я не знаю чего конечно же вызывают немножечко вопрос но это качественная структура у нас нету пятизвездочных отелей которые без сомнения вызывают в первую очередь интерес для корпоративного обслуживания и майсгрупп но у нас довольно-таки приличные отели в городе это четырехзвездочная база Редисона Казерхофа это цепочный отель там Ибис ну и мы конечно же ждем пополнение футбола 2018 год должен быть для нас знаковым и в общем-то чему-то мы готовимся надеюсь что три-четыре отеля в том числе и пятизвездочный один красивый отель откроется в Калининграде все это создает инфраструктуру гостеприимства без сомнения важными вещами это наши площадки площадки различные начиная от зоопарка музея мирового океана ну и без сомнения отельных вещей вот эта уникальность площадок я в свое время мы начали в общем-то Майс-программу в 2006 году попытаюсь попытаюсь сделать Калининград с такой аббревиатурой как New Mice Destination of Russia не все это получилось на иностранном рынке а практически ничего но на российском без сомнения это большой успех это от 80 до 120 мероприятий которые мы проводим ежегодно с крупнейшими нашими партнерами в первую очередь конечно московскими не только московскими много компаний из Санкт-Петербурга есть некоторые группы из Екатеринбурга приезжающие в город Калининград проводить различного рода мероприятия от самых маленьких советов директоров и кончая нашими крупнейшими компаниями банками крупнейшими брендовыми вещами рекламными телефонами ну и так далее список огромен не буду там потому что кого-либо не обидеть потому что тот кто уже обиделся он без сомнения собирается в Калининград гордость компании это программы программы которые мы тщательно готовили на протяжении многих лет вот у меня если кто захочет все это можно увидеть на сайте все это можно получить у нас в офисе подписаться в том числе даду онлайн аудитории говорю вот есть такая книжка которая без сомнения горжусь я ее вожу по всему миру есть уже и другая книжка их несколько сначала это была отельная книжка такой инструмент для конструирования мероприятия потом появилась вот такая которую мы так и назвали все для корпоративных клиентов в ней 96 программ которые охватывают всю Калининградскую область в первую очередь из 96 и 58 это Калининград это далеко не полный список который имеет место быть и плюс программы которые вокруг Калининградской области потому что Калининград это без сомнения еще огромнейшая стартовая площадка к нашим друзьям в Шенген в Прибалтику Польшу ну и так далее сейчас мы расширяем наши границы эти здесь несколько программ для примера это без сомнения иногда у нас удается потому что это судно не так часто застать в Калининграде но иногда удается сделать большие интересные вечера и пати на борту Крузенштерна наша потрясающая программа площадка музея мирового океана где мы проводим большие тимбилдинговые программы шкерим рыбу запиваем ее водкой делаем всякие марш-броски играя в подводников изучаем глубины морского океана ну и так далее и так далее потому что музей мирового океана несомненно уникальная площадка и не случайно в последние годы это один из самых динамично развивающих один из лучших музеев в России там еще прекрасный конференц-зал который все одно другому не мешает только дополняет наша новинка гордость компании Балт Матус наше детище мы стали учредителями судоходной компании под названием Аковаяши теперь в Калининграде появилась уникальная возможность проводить мероприятие на борту комфортабельного судна под названием Самби это переговоры деловимые предприятия день рождения экскурсии ну и просто посиделки друзей наши кулинарные восточно-прусские курсы всевозможные ивенты в том числе Каннский фестиваль в таком очень красивейшем одном из великих кинотеатров Калининграда старом немецком кинотеатре когда-то он назывался очень любопытно новости дня сейчас-то кинотеатр Заря уникальная маясь-площадка для проведения мероприятий кинотеатр ресторан бары переговорные и так далее вокруг города много очень интересного ведь восточная Пруссия славилась своими усадебными хозяйствами одна из них отель-усадьба одно из знаковых для нас мест проведения мероприятий гала-ужинов велкам-динеров ну и вообще прекрасная площадка для закрытого мероприятия потому что можно туда поселиться не выходя и жить вот в такой роскоши немножко сравнимой в предместьях Лондона в принципе там летом практически так ведь мы бывшая Германия октоберфесты тоже делаем есть на базе чего удивительный отель Несимбек это прекрасная площадка думаю они два слова коллегию говорили потом хуторная система тоже так сказать легла нам на плечи мы выбрали несколько хуторов которые вывозим компаний группы и там делаем рыбалку охоту велосипеды нортинг-вокинг ну и так далее наблюдение за природой все это можно как-то унифицировать здесь определенные программы тимбилдингов которые очень популярны именно вот в хуторной системе джипсафари наши мы делаем не только можно делать джипсафари в Турции но в том числе на Балтийском берегу вот по таким болотам по нашим удивительным местам сплавы военные реконструкции как вы уже говорили думаю об этом много ведь все-таки Восточная Пруссия это не только Первая и Вторая мировая война это все наполеоновские войны это удивительная история европейского государства ну и море все хотят море в Светлогорск все хотят Куршскую косу все приезжают в Калининградскую область хотят истории исторического наследия ищут рыцарей много того что не происходит а вот в Светлогорске находит все потому что город практически не пострадал в отличие от Калининграда 90% даже более 90% того жилого вообще архитурного фонда Калининграда Кенигсберга вы разрушены а поселочек Раушен продолжает радовать людей у нас к сожалению не хватает отелей не такая большая отельная база но с с появлением удивительной площадки такое как называемый Янтарь Холл мы можем проводить мероприятия на базе Янтарь Холла тут Нина у нас выступала да насколько я знаю про Янтарь Холл нет не выступала ну шикарно ну просто вот этот ролик я думаю что подтвердит то что мы получили совершенно европейского уровня площадку на берегу моря что нам дала нам дала возможность размещать во всех отелях Светлогорска проводя конференцию вот в существующем при концертном зале конвеншн центре это здорово это хорошо вот главное чтобы люди которые хотят провести мероприятия в Светлогорске об этом задумались заранее потому что отелей немного место популярнейшее удивительное красивое очарование восточной Прузии Балтийского моря сосен, песка и вообще роскошной жизни Янтарь наше золото 20 километров от Светлогорска находится уникальное место в мире я думаю что не один раз по нему говорили это 90 процентов всего мирового запаса Янтаря вот в этих карьерах где вы можете совершенно четко красиво стоя на этой площадочке видеть эти в общем-то динозаврского вида экскаваторами с огромными штангами которые копают на глубину 45-60 метров слой голубой глины где сосредоточен вот этот удивительный камень Янтарь он называется как ни странно поселок Янтарный наша гордость лучший отель Калининградской области шло с отель очень приятно что приложили большую руку мы в плане в заселение туда людей и вообще вот пропагандируя это место на весь мир на весь мир вот говорим что у нас в свое время появилась первая реле Шатова в России сейчас к сожалению по другому чуть-чуть но все равно это шикарный пятизвездочный отель и вот та дорожка которая ведет к морю в этом отеле она ни с чем не сравнила может быть кто-то видел во всяком случае из онлайн аудитории недавнюю передачу по НТВ насколько я понял совершенно потрясающе было все это показано здорово даже мне живущему в любимом городе захотелось туда еще раз поехать но это наша программа на берегу моря мы ищем янтарь без сомнения ведь все вот то завораживающие истории о последних шагах янтарной комнаты все это ведь шахта Анна все это Кенигсберг все это вот подвал и все это вот вот это то что людей заставляет копать на берегу что-то находит не всегда хорошее но мы подложим все будет хорошо Балтийск без сомнения Пилау военно-морская база одна из уникальнейших майс-площадок там можно делать многое не все там чисто в плане иногда приходится людей заставлять убирать вот это такой шаг вот последний раз немножко омрачило вынужден об этом сказать не все у нас хорошо все-таки есть к чему стремиться но то что сделано вот эти новые памятники этот маяк хорошо бы еще переправа которая была у нас существует туда на косу если бы она как-то более была движима и более интересно работала потому что там места есть уникальные и это в общем-то впереди освоение этих удивительных мест про Куршскую косу не буду говорить есть рай на земле и он называется Куршская коса программы они интересны мы делаем велосипедный тур по Куршской косе совершенно необычный долго думали насколько это будет безопасно все-таки дорога такая тяжелая никак мы не доживем до велосипедной дорожки но когда-нибудь доживем ведь жизнь прекрасна и мы ждем эти прекрасные моменты но тур на велосипедах по знаковым точкам такие какие орнитологическая станция и станция кольцевания птиц Фрингила это одна из первых в мире орнитологических станций основанных профессором Тинеманом в 1901 году вот такие пейзажи вот такое красивое место вот тот фильм белое солнце пустыни да помним все вот это именно оттуда ну и так сказать очень привлекательная позиция города Калининграда мы в 30 километрах одна граница в 50 километрах другая граница и мы вот например наша компания не мыслит уже себя без комбинированных турах турах с нашими соседями это без сомнения уникальный замок Мальнберг это сплав по Крутыни на Мазурских озерах это яхтенные программы на Мазурских озерах это велосипедные туры по Курской косе из Ниды в Йоткранты это всевозможные пивные вещи и дни корюшки в Паланге это естественная история с Реведниковией потрясающие замки в Тракае с удивительной отельной базой это Рига Таллинн и так далее вся Прибалтика у ваших ног вот это все что можно осуществлять из Калининграда вот такая вот красота а это те события я думаю о которых тоже два слова говорили к ним прибавился еще удивительный наш чемпионат мира по фейерверкам это джазовый фестиваль это те события в которых Балкматурс косвенно принимает участие помогает телевизировать и дает транспорт или прочее это День города это всевозможные музыкальные фестивали конный турнир который к сожалению не имеет продолжительности жизни вот будущий впереди День селедки и многое-многое другое что чем сейчас Калининград может порадовать гостей но это такое море у нас видите когда на закате солнце это так осенью смотрится кафедральный собор это так можно кубарем спуститься вот с этих потрясающих одних из самых высоких дюн в Европе прямо в залив это так на закате это так зимой летом с животной скоро зацветет сирень и мы скажем в добрый путь наш любимый Грозенштерн так что до встречи в Калининградской области море пусть не всегда теплое но очаровательное всегда манит вас спасибо спасибо большое коллеги будут ли вопросы у вас Михаилу Михаил все-таки у меня будут к вам вопросы от онлайн аудитория пожалуйста скажите есть ли залы и отели на крупные мероприятия до скольки до какой численности людей можете принять наш размер небольшой размер мероприятий в Калининграде комфортно до 150 человек но залы у нас появились в первую очередь с Логорске в Янтарь холле там реально очень большие залы может внести мероприятие до 500-600 человек как-то пытаемся мы выкручиваться из той ситуации которая существует здесь без сомнения большие площадки это отель Редисон до 350 человек с театром площадка Геркурест до 500 человек в рыбной бирже 200 человек ну и большой зал музея Мирового океана который мы тоже пользуем к сожалению нету того мы практически через день получаем как бы нам принять большую конференцию на 500-600 человек но нужны инвестиции нужны деньги нужны программы которые бы возрождали как те возможности которые действительно Калининград подарил нашей Родине так что не только у нас есть Сочи но есть Калининград я думаю что об этом должны многие помнить спасибо и еще один вопрос по поводу программ для корпоративных туристов можете ли вы организовать квест с захватом к примеру каких-то основных достопримечательностей из Калининграда на группу 10 человек есть ли какие-то примеры может быть таких подобных квестов квестов очень много если я об этом буду говорить вы устанете честно я говорю мы открыты ежедневно 24 часа есть большой огромнейший сайт о возможностях baltma.dmc.com есть все это в сети и можно у организаторов всегда узнать наши телефоны координаты где вы можете с нами связаться и подробно мы пришлем различные варианты программ в том числе и больших квестов их очень много действительно они довольно любопытные спасибо Михаил я проанонсирую на самом деле призы которые приготовил Михаил для розыгрыша он разыграет уикенд в лучшем отеле калининградского взморья шлос-хотел и также уикенд в отеле Калининград ну а мы продолжаем вернее уже завершаем наше мероприятие у нас заключительная презентация это санаторий Янтарь Татьяна Веллер директор санатория Янтарь пожалуйста Добрый вечер уважаемые коллеги я рада что в зале еще есть люди это значит у вас есть сила и стойкость воспринимать дальше информацию поэтому в конце рабочей встречи самое время поговорить о релаксации о восстановлении и о лечебном туризме который представлен у нас на Балтийском побережье но я представляю санаторий Янтарь филиал оружия здоровья как бы это один из основных санаториев который предоставляет лечебно-здоровительные и профилактические услуги нашим гостям вы знаете мы в последнее время наблюдаем совершенно меняющиеся отношения к санаторно-курортному бизнесу к сожалению в представлении многих санатории это что-то такое допотопное возможно досоветское что-то такое совковое и так далее нам бы хотелось очень разрушить эти стереотипы потому что на сегодняшний день лечебный оздоровительный медицинский туризм набирает очень большие обороты это связано по многим причинам конечно разворот на внутренний туризм в соответствии с экономическими политической ситуацией которая сложилась но мы постоянно общаемся со своими гостями мы собираем обратную связь и как бы задаем вопросы почему же люди выбирая отдых большое значение отдают части своему отдыху в том числе лечебному туризму и вот какую картинку мы получили как правило по отзывам наших гостей они говорят что свой отпуск делят на две части первая часть это познавательный туризм а вторая часть это оздоровление почему потому что идет омоложение наших потребителей если раньше это было категория 55 плюс 75 то сейчас мы видим что идет категория 35 и даже категория 25 плюс почему потому что сейчас лечебный туризм это не только лечение уже с имеющимся каким-то определенным диагнозом но и молодое поколение особенно поколение менеджеров огромное значение уделяет своему здоровью потому что это залог в том числе и в работе и в карьере и возможность восстанавливаться релаксироваться на основании ну в соответствии с теми нагрузками которыми несем и это очень важно в связи с этим мы находимся в городе Светлогорске это бывший город Раушен и нужно сказать что те природные климат те природные условия климатические условия которые присутствуют на этом курорте мы активно используем и традиции активно сохраняем сам курорт был основан в начале 19 века и лишь в 47 году он был переименован в город Светлогорск но природа климат и все условия а также лечебные факторы которые присутствовали использовали в Восточной Пруссии немцы мы продолжаем использовать сейчас это современный город который сохранил архитектуру как уже говорили мои коллеги и все побережье архитектуру старого Раушена и вы знаете дело в том что картинку которую видят россияне она действительно им очень нравится тем что курорт по архитектуре по стилю по темпу значительно отличается в принципе от всех российских курортов и это позволяет сменить парадигму таким образом ведет к некой такой психологической разгрузке то есть вроде бы как это не российская но да конечно мы не Европа но картинка очень отличается что дает возможность нашим гостям погрузиться как в историческое прошлое и отключиться полностью от своих забот и переживаний в чем же наша уникальность на светлогорском побережье несколько уникальных факторов первое это множество источников минеральной воды это торфяные лечебные грязи и самое главное это наш морской воздух который очень имеет высокую ионизацию вы знаете восточной Пруссии когда это был еще Раушен я изучала санаторно-курортное дело одним из показаний которые давали гостям лечащие врачи это обязательный теренкур на протяжении двух часов то есть неспешно на протяжении двух часов гости и посетители в то время здравниц восточно-прусских обязаны были гулять и это имело право быть потому что наш воздух богат очень высокая степень озона богат фитонцидами то есть сочетание моря сочетание хвои это оказывает очень огромные лечебные факторы на организм улучшает кровообращение релаксирует людей поэтому дает очень хороший лечебный эффект что же касается климата лечения то есть мне всегда хочется обратить ваше внимание что мы очень сильно отличаемся от черноморских здравниц и отличаемся именно своим климатом то есть это не значит что кто-то хуже потому что у нас меньше солнца или кто-то лучше но на наш климат есть свой потребитель состоявшийся свой сегмент которому нужны именно те условия которые природные климатические которые они могут получить на нашем побережье а именно это мягкий климат это отсутствие палящей жары это мягкая акклиматизация высокое содержание содержание воздуха насыщенность фитонцидами но и самое главное это прохладное море на самом деле восточно-прусские врачи и наши в том числе рекомендуют купаться в прохладной воде дабы это ведет к улучшению сердечно-сосудистой системы больниотерапия представлена у нас минеральными водами минеральные воды у нас как питьевые так и больниологического назначения представлены разные группы бромные йодные радоновые хлоридонадривые имеют очень высокий лечебный эффект ну и наша достопримечательность это наше грязелечение я хочу обратить ваше внимание что светлогорские и снизлоградские здравницы пользуются торфяной грязью этим залежем более 200 лет они были еще открыты в Восточной Пруссии и Балтийское побережье и вообще Балтика это единственный морской курорт который обладает торфяными грязями то есть их лечебный эффект намного выше чем грязи и листые серные которые находятся на Черноморском побережье потому что вы понимаете что такое торф это травы которые сохраняют в себе все лечебные свойства и действие грязелечения и процедур сохраняется на буквально от 3 до 5 месяцев то есть грязь это несет в себе бактерицидные свойства она и очень высокое высокое тепло поэтому показано практически при всех назначениях и если вы видите наверху фотография где истинные арийцы могли себе позволить обертывания грязевые к сожалению для нас это дорого и мы можем позволить только лишь аппликации но тем не менее эффект от этих процедур очень значительный ну и естественно янтарь Михаил уже рассказывал о том как они ищут янтарь оказывают своим гостям эти услуги а мы янтарем лечим в основном это янтарные пирамиды она есть у нас она есть в центральной военной санатории в янтарном комбинате почему потому что психологи считают что вот именно выстроенная янтарная пирамида по принципам золотого сечения оказывает и сам янтарь оказывает очень высокое биоэнергетическое воздействие на организм то есть янтарь ничего не выделяет но он поглощает в себя отрицательную энергию человека мы люди которые сталкиваемся с этим постоянно ну всегда как-то знаете когда привыкаешь ну немножечко думаешь ну неужели это так но когда видишь своих гостей которые действительно просят повторять процедуры для нас вроде бы как обычные и говорят о том что на вторую и третью процедуру они выходят восстановленные обновленные и готовы приступить опять к трудовым подвигам это конечно удивляет ну в чем еще особенность нашего курорта дело в том что сейчас количество пребывания дней очень сокращается темпы жизни очень высокие поэтому мы наблюдаем что тот сегмент который к нам едет они хотят совместить все за 10-12 дней пребывания на побережье наши гости хотят получить оздоровление получить и в то же время охватить всю экскурсионную программу и вместе с тем у нас есть возможность и мы это делаем особенно те кто работает по корпоративным путевкам мы принимаем своим гостей и благодаря совместным программам с нашими региональными туром операторами предоставляем им тур выходного дня то есть приезжая к нам на лечение на 12 дней гости достаточно иметь только загранпаспорт если виза это хорошо если виза нет то по срочному тарифу успевают сделать и таким образом суббота воскресенье когда нет лечебных процедур гости имеют возможность ездить на 1-2 дневный тур в Литву в Германию и в Польшу это является очень привлекательным причем это можно сделать как физическим лицам но если кто разрабатывает пакеты то мы можем разработать это в составе путевки но как я уже говорю это интересно тем у кого есть возможность кто работает на предприятиях где есть отраслевые заказы которые покупают путевки для своих предприятий поэтому на самом деле это тоже наше конкурентное преимущество вы можете совместить себе выезд за границу и лечение и все это в столь сжатый короткий срок так здесь я хотел бы показать основные здравницы которые представлены на Светлогорском побережье Янтарный берег Центральный военный санаторий Янтария Отрадная волна ну вы видите что мы занимаем порядка 20% номерного фонда и для нас очень важно кто же наши гости для кого мы разрабатываем продукты если мы посмотрим на эту диаграмму то вы увидите что 55% это Калининградская область но немножечко здесь данные некорректны почему потому что речь идет о межсезонье и о работе государственных контрактов в основе своей мы видим что основное место занимает Москва Московская область и Ленинград Ленинградская область но на самом деле только вдумайтесь вот сейчас когда случилась эта история с задержанием рейсом вот я приехала и думала ну как сделать так чтобы вы полюбили как мои коллеги Прибалтику так как мы любим ее мы и два момента которые хочется сказать вот представьте сейчас закончится рабочий день и вы два часа потратите на то чтобы добраться домой точно так же вы можете потратить 2-2,5 часа и уже буквально в 7-8 часов вечера если бы было желание да у вас была бы возможность пройтись по морскому побережью выпить чашечку кофе ну либо Глитвейна с видом на море поэтому на самом деле близость Москвы и Санкт-Петербурга конечно делает для нас очень привлекательным 3 часа от офиса 3 часа от дома и вы уже на побережье это тоже наш как бы все-таки плюс с точки зрения логистики теперь кто же наши гости вот вы знаете я бы хотела показать возрастные категории почему потому что вы формируете пакеты и мне бы хотелось чтобы вы обратили внимание что идет омоложение сегмента вот то о чем я сказала в начале на лечебный туризм сейчас буквально там 30 по 30 процентов занимает 25-39 лет и 40-54 очень активно развивается лечебный семейный туризм и в связи с этим конечно же мы для своих гостей для разных возрастных категорий готовим различные продукты то есть здесь такая некая схема которая отражает весь спектр услуг этот спектр услуг представлен как у нас в санатории так в принципе его предоставляют и все здравницы то есть мы готовы предоставлять санаторно-курортное лечение стандартное но единственный плюс что у нас например трехразовый шведский стол ну нужно сказать что мы единственная здравница которая дает трехразовый шведский стол остальные при этом сохраняя все каноны лечебного питания Это стандартная путевка трехразовая, как правило, это и есть возраст 45-55. Активно мы работаем по семейному туризму и активно мы развиваем оздоровительный турист с точки зрения туров выходного дня. Не просто я так сказала, что всего лишь три часа дороги, и мы замечаем те потоки, которые идут у нас от московского региона, от питерского региона, когда люди приезжают с пятницы, не обязательно это праздничные дни, это могут быть обыкновенные выходные по оздоровительной путевке. То есть здесь тур выходного дня, три дня, вы можете приехать с семьей, получить какие-то расслабляющие процедуры в виде бассейна, сауны и так далее, лечебная физкультура, если понадобится. Поэтому этот сегмент мы тоже хотели бы охватить. Как сказал Михаил, у нас мало номерного фонда, и в период высокого сезона, конечно, в здравницах номеров не хватает. Именно поэтому мы активно работаем по тому и предлагаем вам, чтобы вы формировали пакеты. Например, санаторий «Янтарь», вокруг санатория стоит здравница, гостиница, пансионаты. Пожалуйста, вы можете сформировать тур, купить проживание с питанием, допустим, в стоящем отеле, а курсовку на лечение купить у нас. То есть это все возможно, и это пользуется тоже спросом. Оздоровительная путевка. Хочу обратить наше внимание, что особым сегментом у нас является сегмент 55+. Для них мы разработали более дешевый продукт. Да, он несколько ограничен. Ограничения только сказываются в питании. То есть это не шведский стол, а трехразовое питание. Но этот продукт пользуется большой популярностью, потому что на самом деле для группы старшего возраста тот перечень услуг, которые мы предлагаем, достаточно устраивает. И в то же время это очень комфортно по цене. И относительно цены все-таки хочется сказать, что вы, наверное, все прекрасно знаете, что когда мы все выбираем для себя место отдыха, то первый фактор – это стоимость отдыха. Второй – это регион с его привлекательностью. Ну и третий – уже наличие лечебных факторов и так далее. Так вот, если мы говорим о стоимости, хотелось бы обратить ваше внимание, что мы очень демократичны. И в сравнении с Черноморским побережьем наш средний чек ниже порядка на 40-50%. А тем более то, что наши гости, помимо услуг, которые они получают непосредственно в здравнице, могут пойтись и прогуляться по променаду, кафе и так далее, то чеки, которые они получают в нашем общепите, их очень приятно удивляют. Поэтому это тоже немаловажный фактор – доступность, хорошего уровня сервиса и качество услуг. Хочется сказать, что помимо стандартного санаторно-курортного лечения, которое вообще принято, мы стараемся очень расширять спектр своих услуг. Например, один из вариантов, который мы предлагаем – сделать диагностику буквально за 30 минут. У нас заключен договор с инвитро, и уровень качества, репутация этой организации может гарантировать, что гость, потратив полчаса буквально на свое здоровье, может получить качественный срез своего здоровья. Мы расширяем свои услуги, и помимо обыкновенных лечебных факторов, вы знаете, мы развиваем у себя в санатории, в том числе такое направление, как арт-терапия. И мы поражены, насколько это пользуется популярностью, потому что на самом деле арт-терапия сейчас официально принята лечебным процессом и находит большой отклик у наших гостей. И хочется похвастаться, что сегодня на территории санатория Янтарь уже второй год проходит фестиваль «Психология перспектив». Более 100 участников со всех регионов этот фестиваль привлекает к нам гостей, активно предлагают услуги тем гостям, которые проживают у нас, и расширяют ту линейку, этот спектр услуг, эмоций, впечатлений, которые могут гости получить как на побережье, так у нас в санатории. Но и поскольку особую роль мы уделяем все-таки детскому отдыху, то детская анимация занимает у нас очень огромное значение. Мы проводим детскую анимацию не только с помощью своих собственных сил, но и с привлечением коллективов. Причем это не просто игрушки в детской комнате, а это развивающая анимация, чему мы очень рады, чем мы очень гордимся. И тому свидетели отзывы родителей, которые сдают, так если можно выразиться, к нам во время своего визита в начале путевки своих детей, и получают своих чат абсолютно раскрепощенными, читающими стихи, поющими песни и дающими концерты. Конечно, это все дает нам дополнительный стимул о том, что у нас будет омоложение нашего сегмента с учетом привлечения развития наших услуг. Таким образом, если говорить по янтарю и в принципе по здравнице в целом, нужно сказать, что сейчас здравницы уходят от традиционных наполнений только одно санаторное лечение. Нет. На базе здравниц наши гости могут получать абсолютно разные продукты. Это и санаторно-курортное лечение длительного проживания, это и оздоровительный отдых краткосрочного проживания. Пожалуйста, если кому-то нужны конференции услуги с элементами релаксации, мы тоже можем это предоставить. Диагностика. Мы активно работаем сейчас с детскими фестивалями на базе нашей санатории в период межсезонья. Если у вас есть групповые заявки, пожалуйста, мы принимаем детей. У нас уже два года подряд мы два фестиваля по 100 человек. Мероприятие проходит в янтарь-холле, а проживание детей у нас это и безопасное, и надежное, и лечебное питание, и очень оптимальная цена. Поэтому на самом деле здравница наполняется достаточно большим спектром услуг, которые можете вы формировать в зависимости от потребностей тех клиентов, которые у вас есть. Ну и что касается в отношении работы с турагентствами. Мы работаем с турагентствами, у нас около 40% продаж это турагентств. Мы создаем разные льготные для вас условия. Пожалуйста, мы можем работать и по договорам жесткой квоты, и мягкой квоты, и по разовым заявкам. Эта картинка показывает о том, что у нас есть на наших страничках личные доступы на нашем сайте. Пожалуйста, мы можем создавать личные кабинеты. Поэтому на самом деле мы призываем вас к партнерскому сотрудничеству. Мы будем надеяться, что это будут взаимовыгодные условия и с вашей, и с нашей стороны. Но я хочу сразу упредить вопросы. Ну, как и все, вы понимаете, что все мы работаем от объемов. Но самый летний период всегда дается тем агентствам, которые дают нам самые большие объемы по межсезонью. Но, тем не менее, мы имеем примеры, когда агенты начинают буквально с разовых заявок и завоевывать рынок от количества отработанных по году. Поэтому будем рады, если вы присоединитесь и точно так же будете поставлять нам туристов. Ну, а мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы тот продукт, который вы будете продавать, совместно с нами был качественным, достойным и имел только положительные отзывы. Ну, и, соответственно, был взаимовыгоден обеим сторонам. Поэтому спасибо за внимание. Если будут какие-то вопросы, буду рада ответить. Минуточку, пожалуйста. Вы знаете, сейчас на 12 дней посчитать не могу. Могу сказать следующее. Например, если мы говорим январь, это 1910 рублей один койко-день на человека. Если мы говорим июль, это 3000 на человека. Причем это трехразовое питание, шведский стол. Это процедуры и проживание. Мы говорим сейчас о стандарте. Мы активно развиваем свой номерной фонд, потому что на самом деле требования к номерному фонду повышаются. Сейчас вот мы сдаем этаж, еще один ремонтируем. Поэтому наши номера, часть номеров – это хорошая тройка, часть номеров – двойка. Но двойка имеется в виду только по площади номеров. Что же касается сервиса обслуживания, вы знаете, нам здесь намного проще, чем Черноморию. Потому что, ну, как уже, наверное, говорили все мои предыдущие ораторы, мы очень близки границам. И хочу для примера просто привести такой пример. У меня сын, 18 лет. Так вот, он бывал за границей чаще, чем в России. Это говорит о том, что тот обслуживающий персонал, который у нас есть, да, они путем собственных посещений, путем того, что они часто бывают сами в роли клиентов, они воспринимают в себя вот эту европейскую культуру обслуживания. Поэтому, когда, и это отмечают все гости, что у нас уровень сервиса значительно выше, потому что это как бы идет уже, ну, менталитет, который складывается на территории этой земли, потому что есть возможность учиться, есть возможность общаться, постоянный обмен опытом и так далее и тому подобное. Поэтому на самом деле, как говорят наши гости опять, что те услуги, которые предоставляют побережье, оно предвосхищает тому среднему чеку, который они платят. А это всегда приятнее. Именно, может быть, это тоже есть причина, по которой гости к нам всегда возвращаются, потому что они имеют чуть-чуть больше, чем заплатили. Добрый день, меня зовут Александр. У меня вопрос. Я вот тут послушал несколько презентаций, ничего о дайвинге не услышал. Он вообще развит. Если есть, то какие реки можно нырять, какие нельзя нырять. Если вот такая вот. Да, я, наверное, отвечу на этот вопрос. Дайвинг очень развит в Калининградской области. Есть два дайвинг-клуба. Называются один «Диммерсус», один «Посейдон». Оба эти клуба находятся на карьере, на бывшем карьере Янтарной. Сейчас это называется «Синявинское озеро». Очень много проходит международных мероприятий. В этом году заявлено несколько таких крупных, ну, не тембилдингов, что ли, но каких-то таких фестивалей дайверов, которые приезжают к нам дайверы из Польши, из Германии. У нас даже в 2018 году сейчас строится один объект такой, это специальный хостел для людей, которые увлекаются именно экстремальными видами спорта. Его строит один из как раз-таки собственник этого хостела. Он как раз-таки такой очень серьезный дайвер. У него, по-моему, какая-то категория. Когда он еще инструкторов учить не может, но уже сам является инструктором. Следующей категории у него нету, еще он там собирается сдавать, но уже он преподает. Собственно, погружение есть двух типов. Собственно, в самом вот этом карьере Янтарном, поскольку это отработанный Янтарный карьер, это достаточно такое интересное погружение. Там есть много интересных, кстати, таких сюрпризов для тех, кто впервые будет погружаться, затопленных элементов и так далее. И еще есть опция, это погружение в море, но, естественно, только в хорошую погоду. То есть, да, такие услуги используются. Порядка, по-моему, если я не ошибаюсь, что касается туристов, около 900 или там полу-полутора тысяч человек, это те, которые, иностранные туристы, приезжают именно в дайв-центр. Ну а российских, естественно, туристов там очень сложно сосчитать. Есть ли еще вопросы в зале? Наши коллеги в онлайн-чате спрашивают, с какими видами заболеваний стоит приезжать лечиться к вам? Ну, вы знаете, на самом деле здравницы, которые работают на побережье, практически все. Они носят общий терапевтический профиль и оборудованы всем необходимым оборудованием для основных направлений – это ортопедия, неврология, желудочно-кишечный тракт и так далее. Что говорить, например, конкретно о нашей здравнице, то могу сказать, что мы особым направлением выделяем сердечно-сосудистые направления. У нас есть специально разработанные путевки, процедуры. Помимо этого на территории Калининградской области существует федеральный кардиоцентр. Возможно, это будет тоже интересно тем, кто работает с отраслевыми заказами. У нас есть такая путевка, которая называется «Кардиопакет». И в состав этой путевки входит полная диагностика с консультацией врача в федерального кардиоцентра. То есть у нас есть как своя путевка, так и путевка с элементами обследования в кардио-федеральном центре. Ну, статус предприятия, уровень заключения и так далее. Путевка тоже набирает обороты, причем как физическими лицами, так и корпоративными продажами. Поэтому, если интересуют, будем рады, пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо, приезжайте. Будем рады. Я снова предоставляю слово Андрея Викторовича. Ну, спасибо большое. На самом деле мы уже заканчиваем. Я попрошу коллег, которые нам помогают с технической частью. Сейчас у нас не было одной презентации. К сожалению, наша коллега так и не смогла вылететь из Калининграда сегодня. Я, пожалуйста, попрошу фильм про Янтарь-Холл. Вот то, о чем говорил Михаил Друтман. Наша такая серьезная майс-площадка. Если есть возможность у нас техническое его показать, это не так долго, но очень наглядно. Давайте потом, немножечко попозже. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Предполагает вообще посещение всей Калининградской области Но это маршрут как я его называю векторный Это грубо говоря направление По которому уже туроператоры Предлагают какие-то свои различные продукты То есть если вот то о чем вы говорите Ну этого пока не презентуют Это просто означает Ну что скорее всего просто туроператоров Которые занимаются этими программами Сегодня нет аудитории Это не значит что этого нет Это как бы первый момент Второй момент что касается Одним из элементов экскурсии, связанной со Светлогорском, там всегда частью этой экскурсии является уникальная история, связанная с тем, как уходящие в море рыбаки и моряки в свое время были обязаны привозить какое-то растение обязательно в Светлогорск и высаживать его в Светлогорск. Именно поэтому флора Светлогорска, она абсолютно уникальна, то есть в этом достаточно, можно сказать, городе не южном, есть места, где растут орденандроны, причем они растут совершенно спокойно на улице, это не где-то у кого-то в садах или так далее. Есть большая палитра различных зеленых насаждений, которые тоже очень нетипичны, так скажем, для Прибалтики, и это все находится так вот, скажем, гармонично встроено в городскую среду. Как элемент экскурсии это всегда присутствует, а возвращаясь к вопросу первому вашему в части усадьбы, смотрите, какая ситуация. На самом деле сейчас в Калининградской области существует один из брендовых маршрутов, он называется Калининград фортификационный, но на самом деле он несколько шире, он называется форты и замки Калининградской области. Этот маршрут является элементом глобального туристического маршрута, который называется Серебряное ожерелье, как вы знаете, такой аналог Золотого кольца, который включает в себя все регионы, 13 регионов северо-запада, ну, северо-западного федерального округа. И вот, собственно, все, что связано с архитектурой, все, что связано с историческим наследием, как раз-таки является предметом этих маршрутов. Они построены по-разному, есть круговой маршрут, который связан с фортами, есть маршрут радиальный, который начинается от кафедрального собора и затрагивает второе обводное кольцо Калининградской области, фортовое кольцо и так далее. Есть маршрут, который в область. Тут все зависит от программы конкретного туроператора, с которым вы сотрудничаете. И если, допустим, вы считаете, что это достаточно серьезный элемент, который заинтересует или мотивирует туристов приехать в Калининградскую область, то я думаю, с вашим коллегой в Калининграде вы сможете вместе собрать этот маршрут и предложить его как готовый туристический продукт. Я думаю, никаких проблем с этим не будет. Да, коллеги, мы подходим к нашей приятной части. Единственное, я, наверное, хотел попросить буквально до этой приятной части, до того, как вы все, я надеюсь, ведете с призами, но вы хотели показать вам еще один ролик рекламного Калининградской области. Вот этот ролик, это ролик в чистом виде эмоция, этот ролик в чистом виде то, как мы чувствуем Калининградскую область. И если вы его почувствуете, наш регион точно так же, я думаю, что вы навсегда в него влюбитесь и всегда будете с удовольствием приезжать. Я попрошу коллег выключить свет, насколько это возможно, сделать музыку правильной, потому что она очень важна, и мы посмотрим этот ролик все вместе. Калининградская область 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...